Глава седьмая. Никогда более не встретятся в этой жизни. Спутники только-только добрались до рыночной площади, когда первая стая драконов нанесла свой удар. К тому времени наши герои успели расстаться с рыцарями, и прощание получилось не из приятных. Соломнейцы всячески пытались уговорить друзей скрыться вместе с ними в холмах. Когда же те отказались, Дерек потребовал, чтобы с ними пошел Тасельхов. Ведь Кендер единственный из всех знал, где хранились глаза драконов. Танис знал, что Кендер все равно сбежит от рыцарей, и был вынужден вновь ответить отказом. «Бери Кендера, Стурм, и пойдем», — не обращая внимания на Таниса, приказал тогда Дерек. «Не могу, господин», — сказал Стурм и положил руку Танису на плечо. «Это мой предводитель, и мой первейший долг — верность друзьям». Голос Дерека был холоден и зловещ. «Вот значит, каково твое решение, Стурм, святой меч. Что ж, я не могу заставить тебя изменить его. Советую тебе только не забывать, что ты еще не посвящен в рыцаре. Молись же, чтобы меня не было на совете, когда речь зайдет о твоем посвящении». Стурм покрылся смертельной бледностью и бросил косой взгляд на Таниса, тщетно пытавшегося скрыть изумление. Но времени на раздумье не было. Нестроенный рев рогов, далеко разносившийся в морозном воздухе, приближался с каждым мгновением. Рыцари поспешили в холмы в свой лагерь, а наши друзья обратно в город. Горожане выбегали из домов, обсуждая, чтобы такое могли означать эти рога. Ничего подобного им слышать не приходилось. Только один единственный торсиец все понял сразу. Услышав далекий рев, правитель вскочил на ноги и стремительно обернулся к дракониду, самодовольно восседавшему позади него на скамье. «Ты клялся, что нас пощадят!» — сквозь зубы вымолвил правитель. «Переговоры еще не кончены!» «Повелителю драконов успели надоесть переговоры», — подавил зевок драконид. «Что же до города, то его пощадят, после того, как вам будет преподан урок». Правитель уронил голову на руки. Остальные члены совета, не вполне понимавшие, что происходит, в ужасе переглядывались. Все они видели, как из-под пальцев правителя потекли слезы. Снаружи уже можно было разглядеть в небесах алых драконов. Их были сотни. Они держались четкими звеньями от трех до пяти в каждом, и крылья их в свете заката отливали огненно-алым. И торсийцы поняли, что небо грозило им гибелью. Когда же драконы начали пикировать, горожан охватил магический ужас, посеявший панику хуже любого пожара. Страшные крылья заслонили меркнувший свет дня, и в головах сотен людей осталась одна единственная мысль — бежать. Но бежать было некуда. Пройдя один раз над городом, драконы убедились, что не встретят сопротивления. И только тогда нанесли удар. Один за другим, точно до красно-раскаленной стрелы, падали они с неба, и пламя окутывало дом за домом. Горячий вихрь понесся вдоль улиц. Взвился удушливый дым, и сумерки превратились в кромешную полночь. Угли и пепел черным дождем сыпались на головы. Вопли ужаса сменились предсмертными криками. Тарсис превратился в огненный ад. По улицам, озаренным светом пожаров, заметалась обезумевшая толпа. Мало кто понимал, куда все бегут. Кто-то кричал, что надо спасаться в холмах, другие бросались к старым набережным, третьи пытались прорваться городским воротам. А в вышине кружили драконы, сжигая и убивая на выбор. Людское море подхватило Таниса и спутников и потащило их по улице, разбрасывая в стороны, ударяя о стены зданий. Удушливый дым выжимал слезы из глаз. И все-таки спутники еще сопротивлялись магическому ужасу, грозившему помутить рассудок. Жар был таков, что каменные строения не выдерживали и взрывались. Танис успел подхватить Гилтоноса, которого толпа едва не смяла в лепешку о стену какого-то дома. Крепко вцепившись в него, Пуэльф с отчаянием наблюдал, как порознь исчезали в толпе его друзья. «В гостиницу!» — попытался он докричаться до них. «Встретимся в гостинице!» Услышали ли они его крик? Оставалось только надеяться, что они сами сообразят, куда следовало пробираться, если они вообще уцелеют. Стурм не выпускал Ильхану из крепких объятий, почти на руках неся ее по улице, усеянной мертвыми телами. Вглядываясь сквозь вихри золы и дыма, он пытался разглядеть остальных, но тщетно. Стурм напрягал все силы, стараясь удержаться на ногах и уберечь Ильхану. Бушующее людское море обрушивалось на них волна за волной. Такой отчаянной борьбы за жизнь Стурм не вел еще никогда. Один раз вопящая толпа все-таки вырвала Ильхану из его рук. Он знал, стоит упасть и будешь мгновенно затоптан. Стурм ринулся вперед, пустив в ход окованные сталью кулаки, и ухватил таки тянувшиеся к нему руки Ильханы. Бледная как смерть, молодая эльфийка дрожала от ужаса, и что было мочи цеплялась за Стурма, и, наконец, ему удалось вновь притянуть Ильхану вплотную к себе. В это время над ними пронеслась громадная тень. Упиваясь жестокой забавой, какой-то дракон спикировал прямо на улицу, запруженную мужчинами, женщинами, детьми. Стурм метнулся в уцелевшую подворотню, втащил за собой Ильхану и заслонил ее собственным телом. В следующий миг улица превратилась в огненную реку. От страшных криков умирающих сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Не смотри», — шепнул Стурм Ильхане, прижимая девушку к себе и чувствуя, как по щекам катятся слезы. Вот улетел дракон, и на улице внезапно сделалось ужасающе, невыносимо тихо, ни малейшего движения. «Пойдем, пока можно», — неверным голосом выговорил Стурм. Прижимаясь друг к дружке, они выглянули из подворотни. Их вел инстинкт, чувство и разум отупели от ужаса. Спустя некоторое время дым и тошнотворный запах паленого мяса загнали их в другую подворотню. Несколько мгновений они просто стояли, обнявшись, пытаясь отрешиться от происходившего. Но оба знали, что очень скоро им придется вновь выйти наружу. Эльхана прижимала щекой к груди Стурма. Древние старомодные латы блаженно холодили кожу. Прикосновение надежной стали добавляло уверенности, а под сталью слышался частый стук его сердца. Он дарил утешение, а руки, бережно обнимавшие Эльхану, были сильны, тверды и мускулисты. Широкая ладонь гладила ее черные волосы. Эльхана, целомудренная дочь сурового и чопорного народа, давным-давно знала, когда, где и за кого она будет выдана замуж. Жених ее принадлежал к знатному эльфийскому роду, и они с ним за все эти годы ни разу не соприкоснулись даже кончиками пальцев. Это считалось залогом будущей близости. Жених Эльханы остался на южном Эрготе, она же отправилась домой за отцом. И вот нелепая случайность забросила ее в мир людей, и ее разум смутился. Она презирала людей, и в то же время как ее к ним влекло. Это первобытная мощь, этот нокаус страстей. Да, они стоили того, чтобы их ненавидеть. Но вот нашелся же между ними один. Эльхана посмотрела в искаженное горем лицо стурма и увидела в нем гордость, благородство, несгибаемое самообладание и постоянное стремление к совершенству, недостижимому совершенству. Вот стало быть, откуда эта глубокая затаенная печаль в его взгляде. И сердце Эльханы рванулось к этому мужчине, к этому человеку. Обнадеженная его силой, успокоенная его присутствием, она почувствовала, как все тело обволакивает неожиданное тепло. И она поняла, что этот сердечный огонь может принести ей больше беды, чем пламя и спасти тысяч драконов. «Пойдем дальше», — шепнул стурм. Но к его немалому удивлению Эльхана высвободилась из его рук. «Здесь мы расстанемся», — сказала она, и в голосе ее был холод ночных ветров. «Я должна вернуться туда, где я остановилась. Благодарю тебя за то, что ты столь любезно меня проводил». «Что?» — стурм не поверил собственным ушам. «Ты хочешь идти одна? Но это же безумие!» И он крепко взял ее за руку. «Я не могу допустить...» Он сразу понял, что сделал ошибку. Эльхана не пошевелилась, лишь посмотрела на него повелительным взглядом, и ему пришлось разжать пальцы. «У меня, как и у тебя, есть друзья», — сказала она. «Ты хранишь верность своим друзьям, а я своим, поэтому дальше нам не по пути». Глаза стурма наполнились такой болью, что голос Эльфийки дрогнул. Не в силах продолжать, Эльхана заставила себя вспомнить о своем народе, о тех, кто от нее зависел. Это воспоминание придало ей решимости. «Спасибо тебе за благородство и доброту», — сказала она. «Но мне лучше уйти, пока на улицах пусто». Стурм смотрел на нее с недоумением и болью. Потом его лицо окаменело. «Я счастлив был послужить тебе, госпожа Эльхана. Но тебе по-прежнему угрожает опасность. Позволь мне хотя бы проводить тебя до дому. Далее я не стану тебя беспокоить». «Нет, это невозможно», — ответила Эльхана, прилагая все силы, чтобы сохранить твердость. «Мое жилище неподалеку, и там меня ждут. Мы без труда выберемся из города. Прости, что я не приглашаю тебя с собой. Видишь ли, ни в чем нельзя быть уверенной, когда имеешь дело с людьми». Карри и глаза Стурма сверкнули. Они все еще стояли вплотную друг к другу, Эльхана почувствовала, что он задрожал всем телом. И вновь решимость едва не покинула ее. «Я знаю, где вы остановились», — сказала она, помолчав. «В гостинице Красный Дракон. Если я разыщу своих друзей, быть может, мы найдем возможность предложить вам помощь». «Не добавляй себе лишних забот, госпожа». Голос Стурма был теперь так же холоден, как и ее собственный. «И не благодари меня. Я сделал лишь то, что требовал от меня мой кодекс. И не более. Прощай». И с этими словами он зашагал было прочь, но вспомнил о чем-то и вернулся. Вытащив из поясного кармашка сверкающую бриллиантовую брошь, он протянул ее Эльхане на ладони. «Вот, возьми», — сказал он. Заглянул в ее темные глаза и неожиданно заметил в них муку, которую она так старалась не выдать. И голос его смягчился, хотя он сам не понимал, в чем дело. «Спасибо», — сказал он, — «что ты доверила мне эту драгоценность, хотя бы на несколько мгновений». Какое-то время Эльфийка молча смотрела на переливчатые камни. Потом ее с новой силой заколотила дрожь. Она подняла взгляд на Стурма. В его глазах не было презрения, которое она ожидала в них встретить. Лишь жалость и сострадание. Люди воистину были непостижимы. Не выдержав его взгляда, Эльхана уронила голову и взяла его руку своими двумя. Потом заставила его сомкнуть пальцы на броши. «Оставь ее у себя», — выговорила она тихо. «Когда тебе случится посмотреть на нее, вспоминай Эльхану звездный ветер. И знай, что на другом конце света она тоже думает о тебе». Внезапные слезы отуманили взгляд рыцаря. Он склонил голову, не в силах вымолвить ни слова. Поцеловав драгоценность, он бережно убрал ее и протянул к Эльхане руки. Но она отступила в глубину подворотни, старательно отводя глаза. «Пожалуйста, уходи», — прошептала она. Какое-то время Стурм стоял в нерешительности. Но правила чести, запрещавшие ему пренебрегать приказами дамы, были слишком строги. Он повернулся и шагнул на улицу, напоминавшую ночной кошмар. Эльхана долго провожала его глазами, чувствуя, как обретает прежнюю непроницаемую оболочку ее растревоженная душа. «Прости меня, Стурм», — прошептала она. И сама себя перебила. «Нет, прощать меня не за что. Поблагодари меня, Стурм». Закрыв глаза, она вызвала в памяти некий образ и отправила мысленное послание на окраину города, где ждали верные друзья, готовые унести ее из мира людей. Ответ, тоже мысленный, пришел немедля. Эльхана вздохнула и стала озабочена вглядываться в дымное небо. «Ну вот», — спокойно сказал Рейстлин, когда послеповоденную тишину взорвали звуки рогов. «Что я вам говорил?» Речной ветер раздраженно покосился на мага, лихорадочно соображая, как же теперь быть. Танис велел ему защищать спутников от городской стражи. «Но как защитить их от целых армий драконидов?» «А от драконов?» Взгляд темных глаз речного ветра скользнул по лицам друзей. Тика вскочила на ноги, хватаясь за меч. Мужество и ход на крови девушке было не занимать, вот бы ей чуть-чуть побольше сноровки. На ее руках белели шрамы. По неумелости она то и дело умудрялась сама себя ранить. «А что случилось?» — растерянно спросил Элистан. «Повелитель драконов напал на город», — ответил варвар, пытаясь собраться с мыслями. Раздался металлический ляск. Это поднялся на ноги, увешанный оружием карамон. Богатырь выглядел спокойным и невозмутимым. «Спасибо, хоть на этом», — подумалось речному ветру. Он терпеть не мог Рейстлина, но признавал, что маг и его брат-воин отлично дрались вдвоем, сочетая сталь с волшебством. Что же дала раны, то она держалась решительно и с полным присутствием духа. Одна незадача. Славная девчонка была эльфийкой. Речной ветер еще не привык доверять ней людям. Танис велел им выбираться из города, если они не вернутся. Но разве мог Танис предвидеть подобный оборот дела? Если они и вырвутся за городские стены, на равнинах их как раз встретят полчища драконидов. И тут речной ветер наконец отчетливо понял, чьи глаза следили за ними дорогой. Он свирепо выругался на своем языке. Но как раз в это время первые стаи драконов спикировали на город, и речной ветер почувствовал, как обнимает его, прижимается к нему золотая луна. Он увидел ее улыбку, улыбку дочери вождя, и веру в ее глазах, веру в богов, и в него самого. Ими к панике, охвативший было его, миновал. Здание гостиницы вздрогнуло из Астанала. С улицы доносились крики людей, рев и завывание пламени. «Надо спуститься вниз на первый этаж», сказал речной ветер. «Карамон, возьми меч рыцаря и другое оружие. Если Танис и остальные еще...» Он осекся. Он хотел сказать «Еще живы», но увидел лицо Лорана и поправился. «Еще сумеют бежать, они вернутся сюда. Мы должны их дождаться». «Замечательное решение», ядовито прошипел маг. «Особенно если учесть, что ничего другого нам и не остается». Речной ветер пропустил его слова мимо ушей. «Элистан, веди женщин вниз», сказал он. Рейслин и Карамон на два слова. И, оставшись с ними наедине, быстро проговорил. «Насколько я себе представляю, наш единственный шанс — это забаррикадироваться здесь, в гостинице. На улице соваться незачем, слишком опасно». «И как долго, по-твоему, мы сможем продержаться?» спросил Карамон. Речной ветер покачал головой. «Если повезет, несколько часов», ответил он коротко. Близнецы молча смотрели на него. Каждый вспоминал изуродованные немыслимыми муками тела, которые они видели в разрушенной столице Квешу, и то, что они слышали о расправах в утехе. «Нас не должны взять живыми», прошептал Рейслин. Речной ветер глубоко вздохнул. «Будем держаться, пока сможем», сказал он с едва заметной дрожью в голосе. Но когда станет ясно, что... Он все-таки не смог договорить до конца, лишь положил руку на нож, думая о том, что ему предстояло в таком случае совершить. «В этом не будет необходимости», тихо сказал Рейслин. «У меня есть при себе травы, всего щепотку в стакан вина. Это легкая и скорая смерть». «Точно?» спросил речной ветер. «Уж положись на меня», прошептал маг. «Я сведущий в этом искусстве». Речной ветер вздрогнул, и Рейслин поправился. «В искусстве траволечения», я хотел сказать. «Если я буду еще жив», так же тихо продолжал варвар. «Я сам дам ей, им, этот напиток». «Но если меня убьют...» «Я понимаю. Положись на меня», повторил маг. «А что делать с Вараной?» деловито спросил Карамон. «Ты же знаешь эльфов, и как они относятся к отнятию жизни». «Положись на меня», вновь повторил маг. Варвар посмотрел на него, чувствуя, как вползает в сердце ужас. Рейслин стоял перед ними совершенно спокойно, спрятав скрещенные руки в широкие рукава одеяния и натянув на голову капюшон. Речной ветер покосился на свой кинжал, прикидывая иные возможности. «Нет, сам он этого сделать не сможет. Ни за что». «Значит, договорились», сказал он, проглотив застрявший в горле комок. Страшно было даже думать о том, как сойти вниз к остальным. Но жуткие звуки с улицы становились все громче, и речной ветер вышел из комнаты, оставив братьев одних. «Ну, я-то умру, сражаясь», сказал Рейслину Карамон. Он старался говорить обыденным тоном, но голос все же выдал его. «Слушай, Рейст, обещай, что и ты хлебнешь зелье, если я... если меня...» «Не понадобится», просто отвечал маг. «У меня не хватит сил выжить в подобном бою. Моя магия прикончит меня вернее всякой отравы». Таннис и Гилтонас кое-как выпутались из толпы. Более сильный полуэльф почти на себе вытащил эльфа, пинками и кулаками прокладывая себе путь. Им то и дело приходилось бросаться под прикрытие стен, спасаясь от пролетавших драконов. В одной из подворотен Гилтонас упал, вывихнул колено, и был вынужден прыгать на одной ноге, держась за плечо Танниса, и кусая от боли губы. Завидев, наконец, гостиницу красный дракон, полуэльф зашептал было благодарственную молитву, но молитва скоро сменилась башбой. У входа суетились черные тени, то ли ящеров, то ли людей. Он поспешно втащил Гилтонаса, от боли мало что замечавшего вокруг, в ближайшую дверную нишу. «Гилтонас!» — прокричал он. «Они напали на гостиницу!» Гилтонас поднял остекленевшие и бессмысленные глаза. Потом до него дошло. «Лорана!» — ахнул он и попытался выбраться из укрытия. «Надо добраться туда!» И рухнул на руки Таннису. «Побудь-ка здесь!» Усаживая его поудобнее, сказал полуэльф. «Ты все равно с места сдвинуться не можешь. А я попробую обойти квартал и проникнуть в гостиницу сзади». Таннис побежал вперед, прячась в развалинах и бросаясь из одной подворотни в другую. Он уже огибал квартал, когда хриплый крик заставил его оглянуться. Он увидел Флинта, отчаянно размахивавшего руками. Таннис бросился к нему через улицу. «Что такое?» — спросил он. «Почему ты не...» И прошептал. «Ох, только не это!» Гном с мокрым от слез и смазанным золой лицом стоял на коленях рядом с Тесельхофом. Кендера прижимала к земле тяжелая балка. Мальчишеская рожица тасса была пепельно-серой, кожа похолодела. «Безмозглый паршивец!» — чуть не плача простонал Флинт. «Ну надо же было целый дом на себя уронить!» Руки гнома кровоточили, изодранные в бесплодных попытках сдвинуть тяжеленный брус. Для этого понадобилось бы трое взрослых мужчин или один карамон. Таннис пощупал шею Кендера, «Побудь с ним!» — сказал Таннис, хотя это было совершенно излишне. «Я попробую пролезть в гостиницу и привезти карамона!» Гном мрачно посмотрел сперва на него, потом на гостиницу. Оттуда слышались вопли драконидов. Было видно, как сверкали их мечи в свете огня. Время от времени из гостиницы били мертвенные вспышки. Это колдовал Рейстин. Флинт покачал головой. Вернуться с карамоном было не проще, чем перелететь по воздуху. И все же гном улыбнулся. «Давай, сынок, я уж за ним присмотрю. Прощай, Таннис». Таннис попытался ответить, но не смог. И молча побежал дальше. Рейстин закашлялся и вытер ладонью кровь с подбородка. Он с трудом стоял на ногах. Пошарив во внутреннем потайном кармане одежд, он вытащил маленький черный кожаный мешочек. У него оставалось в запасе всего одно заклинание, и неизвестно, хватит ли сил его произнести. Дрожащими от усталости руками он попробовал высыпать содержимое мешочка в кувшин с вином, которое по его приказу Карамон принес ему еще перед сражением. Нет, руки слишком сильно дрожали. Новый приступ кашля согнул его вдвое. В это время кто-то перехватил его руку. Справившись с кашлем, он увидел подле себя Ларану. Она отобрала у него мешочек, и он заметил на ее пальцах зеленую драконитскую кровь. «Что здесь?» — спросила она. «Вещество для заклинаний», — прохлепел маг. «Высыпь его в кувшин». Ларана кивнула и опрокинула мешочек над кувшином. Смесь мгновенно растворилась. «Только не пей», — предупредил Рейстин. Ларана внимательно на него посмотрела. «Что это такое?» «Сонное зелье», — блеснул глазами волшебник. Ларана криво улыбнулась. «Ты полагаешь, что нынче ночью нас будет мучить бессонница?» «Не в том дело», — ответил он. «Это зелье вызывает сон, похожий на смерть. Сердцебиение и дыхание становятся почти незаметны. Кожа бледнеет и холодеет, тело коченеет». У Ларана округлились глаза. «Но зачем?» «Это последнее средство. Враг принимает тебя за мертвую, и если повезет, бросает валяться на поле боя. Если же нет?» «Если же нет?» — побледнев, переспросила Ларана. «Насколько мне известно, кое-кому случалось проснуться на погребальном костре», — спокойно ответил Рейстлин. «Впрочем, нам, по-моему, подобное не грозит». Отдышавшись, он сел и тотчас невольно пригнулся. Стрела на излете прошуршала над его головой и упала сзади на пол. Он заметил, что у Лараны тоже дрожали руки. Значит, она была далеко не так спокойна, как хотела казаться. «Ты хочешь, чтобы мы это выпили?» — спросила она. «По крайней мере, это зелье избавит нас от пыток», — ответил маг. «Откуда ты знаешь?» «Положись на меня», — сказал он с едва заметной улыбкой. Ларана поглядела на него и содрогнулась, рассеянно вытирая пальцы и кожу доспехов. Зеленая кровь не оттерлась, но она не заметила. Стрела воткнулась в стену совсем рядом с ней. Она даже не отшатнулась, лишь тупо на нее покосилась. Из дыма, клубившегося в охваченном огнем зальчике гостиницы, спотыкаясь, вывалился Карамон. Он был ранен стрелой в плечо, и его красная кровь причудливо смешивалась с зеленой драконицкой, которой был сплошь заляпан его панцирь. «Ходная дверь скоро не выдержит», — сказал он, тяжело переводя дух. «Речной ветер велел нам отходить сюда». «Тихо», — прислушался Рейслин. «Кажется, они лезут не только оттуда». И в самом деле дверь, выходившая из кухни в проулок, затрещала и зашаталась. Посыпались щепки. Карамон и Лорана, готовые к бою, одновременно обернулись как раз в тот момент, когда она рухнула. Высокая темная фигура возникла в проломе. «Танис!» — закричала Лорана и бросилась к нему, убирая меч в ножны. «Лорана!» Он сгреб ее в охапку и долго не выпускал, почти всхлипывая от радости и облегчения. Подоспевший Карамон обнял сразу обоих. «Как вы тут?» — обретя способность говорить, спросил Танис. «Да ничего, вроде пока», — сказал Карамон. Он все высматривал, не привел ли Танис кого. Когда он убедился, что полуэльф был один, лицо у него вытянулось. «А где же?» «Стурм куда-то запропастился», — ответил Танис устало. «Флинт и Тасс рядом, через улицу. Кендера придавило бревном. Гилтонос сидит в двух кварталах отсюда. Он повредил ногу. Танис повернулся к Лоране. Не особенно сильно, но идти не может». «Что ж, добро пожаловать, Танис!» Борясь с кашлем, прошептал Рейслин. «Ты явился как раз вовремя, чтобы умереть вместе со всеми». Танис взглянул на кувшин, на черный мешочек. «Нет», — сказал он твердо. «Мы не умрем. А если и умрем, то никак». Он не договорил и приказал. «Соберите сюда всех». Карамон послушно двинулся прочь, — кричало все горло. Из Зальчика выскочил речной ветер. У него давно кончились стрелы в колчане. Он подбирал неприятельские и отсылал их обратно. За ним последовали остальные. При виде Таниса на лицах появились улыбки. К ним возвращалась надежда. Их непоколебимая вера в своего предводителя внезапно разъярила полуэльфа. «Когда-нибудь, — подумалось ему, — я их подведу. А может, я уже...» Он свирепо тряхнул головой. «Вот что!» — прокричал он. Дракониды, бесновавшиеся снаружи, шумели так, что ему приходилось изо всех сил напрягать голос. «Можно попытаться удрать за дами. Отряд, штурмующий гостиницу, не так уж велик. Основные силы еще не вошли в город». «Кто-то охотится за нами», — пробормотал Рейстлин. Танис кивнул. «Похоже на то. У нас мало времени. Если нам удастся выбраться в холмы...» Внезапно он умолк и вскинул голову. Все замолчали и, прислушившись, различили пронзительный крик дракона и приближавшийся посвист громадных перепончатых крыльев. «Ложись!» — закричал речной ветер. Но было слишком поздно. Что-то провыло, и на гостиницу обрушился страшный удар. Трехэтажное здание из камня и прочного дерева затряслось, словно ветхий шалаш. Посыпался мусор, кругом взвелось пламя. Сверху донесся треск ломающегося дерева и грохот падающих бревен. Дом рушился внутрь себя. Друзья завороженно смотрели, как толстенные потолочные балки над их головами содрогались под тяжестью провалившейся крыши. «Наружу!» — залопил Танис. «Сдание Ру!» Балка над головой полуэльфа громко застонала, потом затрещала и переломилась. Танис успел схватить Лорану и отшвырнуть ее прочь как можно дальше. Он видел, и Листан, стоявший у входной двери, поймал ее в объятия. Балка уже падала, когда слуха Таниса коснулся голос мага. Рейстин выкрикивал какие-то странные слова. А потом он полетел во тьму, и ему показалось, что на него обрушился весь мир. Стурм выскочил из-за угла как раз в тот момент, когда гостиница, объятая дымом и пламенем, рухнула, а из-за нее в небо взвился дракон. Сердце рыцаря едва не разорвалось от горя и страха за друзей. Он бросился в ближайшую дверную нишу и укрылся в потемках. Несколько драконидов в лавых форменных доспехах прошли мимо него, посмеиваясь и болтая на своем гортанном наречии. Они явно считали задание выполненным и спешили на поиски иных развлечений. Потом показались еще трое. У этих доспехи были синими, и они были вне себя, даже грозили кулаками удалявшемуся алому дракону. Отчаяние отняло у Стурма все силы. Он прислонился к запертой двери, безразлично глядя в спину драконидам. Что же теперь делать? Неужели никто не уцелел? И тут его сердце заколотилось у горла. В стороне гостиницы мелькнули белые одежды. Элистан! Это и в самом деле был жрец. Он пытался выбраться из развалин, таща кого-то за собой. Дракониды бросились к нему с мечами на голову, крича на общем. «Сдавайся!» В ответ прозвучал соломнийский вызов врагам. Это Стурм одним прыжком вылетел из ниши, где прятался. Дракониды, никак не ожидавшие его появления, обернулись навстречу. Краем глаза Стурм заметил рядом какое-то движение. Подсвет пожара блеснул на металлическом шлеме. Послышался рев расцвирепевшего гнома. А со ступеней полуразрушенного крыльца зазвучали магические слова. Это Гилтонас не в силах подняться все-таки выполз наружу и нараспев читал заклинания, указывая пальцем на драконидов. Огненные стрелы сорвались с его ладони, и один из монстров покатился по земле, хватаясь за обожженную грудь. Флинт прыгнул на плечи другому и принялся кого-шматить его камнем по голове, а Стурм ударом кулака уложил третьего и подхватил пошатнувшегося Элистана. Жрет держал на руках девушку. «Лорана!» — крикнул Гилтонас, и эльфийка, оглушенная и наглотавшаяся дыма, очнулась. «Гилтонас!» — пробормотала она. Потом повела глазами и увидела рыцаря. «Стурм!» — она пыталась что-то объяснить, указывая рукой. «Твой меч! Он там, я его видела!» Стурм тоже рассмотрел полоску серебра, еле видимую среди мусора. Его меч. А рядом с ним меч Таниса, заколдованный клинок Кит-Канана. Стурм разбросал камни и благоговейно поднял оба меча, лежавшие точно древние реликвии под обломками разрушенной пирамиды. Он тщетно напрягал слух, пытаясь различить хоть какое-нибудь движение, стоны, крики. Ничего. Только тишина. Жуткая тишина. «Надо уходить», — проговорил он медленно, не двигаясь, впрочем, с места. И посмотрел на Элистана. Жрец, бледный как смерть, тоже смотрел на развалины. «Где остальные?» «Они все были там», — неверным голосом ответил Элистан. «И с ними полуэльф». «Как? Танис?» «Да». Он пробрался в заднюю дверь, как раз перед тем, как на гостиницу налетел дракон. Они стояли все вместе прямо посередине комнаты, а я у входной двери. Он увидел, как подался потолок и отбросил прочь Лорану. Я подхватил ее, и тут потолок рухнул на них. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь...» «Я не верю». И Флинт нырнул в развалины. Стурм поймал его и оттащил назад. «Где таз?» — спросил он гнома. Тот сразу помрачнел. «Лежит придавленный бревном», — сказал он, серей от волнения и горя. И рванул себя за волосы, уронив шлем. «Мне надо к нему! Но как бросить их тут? Карамон!» И гном заплакал. Слезы застревали в его бороде. «Этот здоровенный лежебока! Как же я теперь без него, а? И Танис! Проклятье!» Флинт ругался, захлебываясь слезами. «Как же я теперь без них?» Стурм взял его за плечо. «Иди к Тасу, ты там нужнее. Дракониды бродят по улицам, так что не равен час. Мы все...» Он не договорил. Лорана отчаянно и жалобно закричала и бросилась растаскивать обломки. Рыцарь попытался остановить ее. «Да посмотри же ты, во что превратился дом!» Он схватил ее за плечи и встряхнул, пытаясь заглушить собственную душевную муку. «Что могло там уцелеть?» «Тебе-то почем знать?» Кричала она, вырываясь из его рук. Вырвалась, упала на четвереньки и попыталась перевернуть один из обгоревших камней. «Танис!» Звала она. Камень был слишком тяжел для нее. Она с трудом сдвинула его всего на несколько дюймов. Стурм смотрел на нее, не зная, что делать. И тут снова заревели рога. Все ближе и ближе. Войска драконидов вступали в город. Он посмотрел на Элистана и жрец печально кивнул. Двое мужчин поспешили к Варане. «Девочка моя, ты им все равно не поможешь», — ласково проговорил Элистан. «Подумай о живых. Ты нужна им. Твой брат ранен, да и Кендер погибнет, если мы его не выручим. Скоро сюда придут дракониды. Перед нами выбор — бежать отсюда и продолжать борьбу против этих гнусных созданий, или провести остаток дней, проливая бесплодные слезы. Танис пожертвовал собой ради тебя, Варана. Неужели ты позволишь, чтобы его жертва оказалась напрасной?» Варана подняла голову. Ее лицо было черно от грязи и копоти, по щекам текли слезы и кровь. В ушах у нее звучали рога, слова Элистана, голос Гилтоноса, крик Флинта, что-то насчет гибнущего Тассельхофа. И в это время начался дождь. Жар драконьего пламени превратил снегопад в ливень. Дождь омыл ее лицо, охлаждая воспаленную кожу. «Помоги, стурм», — с трудом прошептала она. А немевшие губы едва слушались. Рыцарь поставил ее на ноги. Она шаталась, ей было плохо. «Варана!» — звал брат. Элистан был прав. В ней нуждались живые. Надо помочь Гилтоносу. Она с радостью умерла бы здесь на кучах камней, но надо было жить. Так поступил бы и Танис. Ее ждали живые. Надо жить. «Прощай, Танталос», — прошептала она. Дождь лил все сильнее. Не дать не взять, сами боги оплакивали Тарсис Прекрасный. На голову одна за другой падали холодные капли. Это побеспокоило Рейстена, и он попробовал перекатиться на бок, спасаясь от воды. Но с места сдвинуться не удалось. Что-то тяжелое лежало на нем сверху. Маг отчаянно забился, стараясь высвободиться, и окончательно пришел в себя. Он сразу все вспомнил, и страх отступил. Рейстен заставил себя успокоиться и начал выяснять, что же произошло. Вокруг было совершенно темно. Так темно, что пришлось действовать ощупью. Для начала требовалось хотя бы спихнуть с себя эту тяжесть, грозившую, если не раздавить его, то придушить. Маг осторожно пошевелил руками. Боли не было, значит, все кости остались целы. Он ощупал навалившееся тело. Судя по доспехам, а также по запаху, это был Карамон. Рейстен вздохнул. Чего и следовало ожидать. Пустив в ход остатки сил, Маг столкнул с себя тяжелое тело. Теперь можно было отдышаться и утереть сырость с лица. Нашарив в темноте шею брата, Рейстен пощупал пульс. Сердце Карамона билось сильными, уверенными толчками. Кожа была теплой, он ровно дышал. Маг с большим облегчением откинулся на спину и лежал так некоторое время. Он по-прежнему не знал, где оказался, но, по крайней мере, он был здесь не один. И все-таки, куда же они угодили? Рейстен попробовал восстановить в памяти те несколько ужасных мгновений, когда на них обрушился потолок. Он помнил, как затрещал брус и как Танис вытолкнул из-под него ларану. Сам он тогда произнес заклинание, последнее, на которое у него еще хватило сил. Он помнил, как разбежалась по его живым магическая энергия, защитив его самого и тех, кто стоял с ним рядом, от соприкосновения с материальными предметами. Он помнил, как начало рушиться здание, как Карамон пытался прикрыть его собой. Потом было ощущение падения. Так вот в чем дело. Теперь Рейстену все было более или менее ясно. Похоже, под ними провалился пол, и они угодили в погреб гостиницы. Шаря по полу, маг обратил внимание и на то, что успел промокнуть насквозь. Это, однако, не помешало ему отыскать то, что он стремился найти – свой посох мага. Хрустальный шарик на его конце был, конечно, целеханик. Лишь драконий огонь мог повредить посох, врученный ему самим Парселианом в башне высшего волшебства. «Ширак!» – прошептал Рейстен, и шарик послушно вспыхнул ярким огнем. Маг сел и огляделся кругом. Он не ошибся, они в самом деле провалились в погреб гостиницы. Кругом валялись разбитые бутылки из-под вина и треснувшие пивные бочонки. Стало быть, ему довелось вымокнуть не в воде. Рейстен поднял посох повыше, освещая углы. Танис, речной ветер, золотая луна и тика лежали подле Карамона. Маг бегло осмотрел их и пришел к выводу, что пострадали они не сильно. Вокруг кучами лежал мусор, потолочная балка тоже провалилась в подвал, и косо застряла, упираясь одним концом в пол. Рейстен улыбнулся. «Отличное заклинание и отличная работа. Опять они будут у него в долгу». «Если только мы все не умрем здесь от холода», – одернул он себя с горечью. Он так дрожал, что рука с трудом удерживала посох. Он начал кашлять. Надо было выбираться отсюда, пока проклятый кашель совсем его не прикончил. «Танис!» – позвал он. Дотянулся и встряхнул полуэльфа за плечо. Танис скорчился у самого края Рейстенова защитного волшебного круга. Он пробормотал что-то и пошевелился. Рейстен встряхнул его еще раз. Полуэльф скрикнул и запоздало прикрыл голову руками. «Танис, все в порядке», – кашляя прошептал Рейстен. «Очнись!» «Что? Как?» Танис рывком сел и стал озираться. «Где?» И вспомнил. «Лорана!» Рейстен пожал плечами. «Ее здесь нет. Ты сам вытолкнул ее из-под обвала». «Верно», – Танис снова осел на пол. «Я слышал, как ты произносил какие-то волшебные слова». «Поэтому нас и не раздавило». Рейстен подполз к нему, пытаясь поплотнее закутаться в промокшее одеяние. Танис оглядывался, точно с луны свалившись. «Во имя бездны, где?» «В погребе гостиницы», – сказал мак. Пол не выдержал, и мы провалились вниз. Танис посмотрел вверх и выдохнул. «Великие боги!» «Да», – сказал Рейстен, проследив его взгляд. «Мы погребены». Вдвоем они привели в чувство остальных, и спутники начали совещаться. Надеяться, похоже, было особо не на что. Золотая луна осмотрела их раны, но раны, благодаря заклинанию Рейстена, оказались пустячными. Однако никто не имел ни малейшего понятия, долго ли они пролежали без сознания, и что происходило наверху. И что хуже, неведомо было, как выбираться. Карамон попытался было сдвинуть некоторые камни, но вся груда так угрожающе зашевелилась, что эту затею пришлось оставить. «Я не смогу повторить заклинание, так что смотри», – предостерег Рейстен брата. Им приходилось сидеть прямо в воде, и вскоре было замечено, что вода прибывала. «Похоже», – заметил речной ветер, – «нам остается лишь ждать, какой род смерти нам уготован. Мы либо задохнемся, либо замерзнем, либо на нас рухнут разваленные гостиницы. А чего доброго, так и утонем». «Можно позвать на помощь», – предложила Тика, очень стараясь, чтобы голос поменьше дрожал. «И добавить драконидов к только что прозвучавшему списку», – огрызнулся Рейстен. «Больше там наверху тебя никто не услышит». Тика покраснела и быстрым движением утерла глаза. Карамон укоризненно поглядел на брата, потом обнял девушку и привлек ее к себе. Рейстен посмотрел на них с отвращением. «Почему так тихо наверху?» – спросил Танис. «Не слышно ни звука. Можно подумать, что и драконы, и армия…» Он замолчал, перехватив взгляд Карамона. Оба были старыми воинами и, без слов поняв друг друга, разом кивнули. «В чем дело?» – спросила Золотая Луна. «Мы оказались у них в тылу», – объяснил Карамон. «Армия и драконидов заняли город. И, похоже, не только город, но и весь край намного миль вокруг. Даже если бы мы сумели выбраться, податься нам некуда». И как бы в подтверждении этих слов сверху зазвучали гортанные голоса. «А я говорю, что это пустая трата времени», – возмущался кто-то на общем. Судя по акценту, это был гоблин. «Там не осталось живых». «Можете сообщить это повелителю драконов, несчастные пожиратели псины», – зарычал в ответ драконид. «Несомненно, ваше мнение весьма его заинтересует. Вернее, его дракона. Приказ ясен? Давайте-ка ройте». Послышалось царапанье и скрежет отваливаемых камней. Ручейки жидкой грязи устремились сквозь трещины. Толстая балка слегка вздрогнула, но устояла. Друзья переглянулись, невольно затаив дыхание. Каждому вспомнился отряд драконидов с непостижимым упорством штурмовавший гостиницу. И слова Рейстина «Кто-то охотится за нами». «Что хоть мы разыскиваем?» – проквакали сверху по-гоблински. «Серебро? Самоцветы?» Танис и Карамон, немного понимавшие этот язык, навострили уши. «Да нет», – отозвался другой гоблин, тот, что переругивался с драконидом. «Каких-то шпионов, которых повелитель непременно хочет допросить самолично». «Шпионы? Здесь?» – изумился первый. «Вот и я о том же», – буркнул второй. «Ну да ты слышал, как мне нагорело. Ящеры утверждают, что окружили их в гостинице, когда налетел дракон. Выбраться они не могли, значит, по мнению повелителя, они все еще здесь. Короче, сами напортачили, а мы, как всегда, отдувайся». Ляск лопат и шорох камней постепенно делались ближе, а с ними и голоса гоблинов, к которым время от времени примешивались гортанные команды драконидов. Танис попробовал прикинуть, сколько их там было, и решил, что вряд ли меньше пятидесяти. Речной ветер вылудил из воды свой меч и принялся его протирать. Жизнерадостное лицо Карамона стало очень серьезным. Он выпустил Тику и тоже разыскал свой меч. Танис так и остался безоружным, и речной ветер бросил ему кинжал. Тика потянула бы его меч из ножен, но Танис покачал головой. Им предстоял рукопашный бой в тесноте, а Тике требовалось уйма места. Потом полуэльф вопросительно посмотрел на мага. Тот отрицательно мотнул головой и прошептал. «Я попробую, Танис. Но я очень устал. Очень. Я не в состоянии ни думать, ни сосредоточиться». И он повесил голову, немилосердно дрожа в мокрых одеждах. Его кашель мог выдать их драконидам, и Рейстин, задыхаясь, зарылся лицом в рукав. Танис понял. Еще одно заклинание, и магу конец. И при том ему еще повезет. По крайней мере, живым его не возьмут. Скрежет и царапанье приближались. Работники гоблины были сильны и неутомимы. К тому же им хотелось поскорее покончить с возней и приступить к грабежу. Друзья ждали, молча и мрачно. Грязь и мелкие камешки сыпались теперь беспрерывно, а вместе с ними скатывались струи дождя. Воины крепко сжимали оружие. Еще несколько минут, и их обнаружат. И в это время наверху что-то произошло. Гоблины завопили от ужаса. Дракониды еще отдавали приказы, пытаясь вернуть их к работе, но было слышно, как падали на камни брошенные ламы и лопаты. Дракониды бешено матерились. Что там у них? Всеобщее восстание гоблинов? Потом вопли и визг гоблинов прорезал громкий, чистый звенящий клич. Издали ему ответил другой. Так кричат орлы, кружащие на закате над степью. Раздался крик драконида, потом долетел звук раздираемого тела. Снова вопль, звон боевой стали. И опять клич и ответ. На сей раз куда ближе. Это еще что за напасть? Пробормотал Карамон. Это не дракон. Больше смахивает на преогромную хищную птицу. Что бы это ни было, оно рвет драконидов в клочки, сказала прислушиваясь золотая луна. Вопли прекратились, но наступившая тишина казалась едва ли не более зловещей. Уж не сменило ли драконидов какое-нибудь еще худшее зло? Потом какая-то сила принялась ворочать бревна и каменные глыбы и швырять их прочь. Было слышно, как они катились по мостовой. Что-то мощно возилось наверху, стараясь добраться до них. — Съела драконидов и хочет закусить нами, — хрипло прошептал Карамон. Тика побелела, как полотно, и вцепилась в его плечо. Золотая луна тихо ахнула, и даже речной ветер, обычно стоически невозмутимый, уставился вверх. Заткнулся бы ты Карамон, дрожа от холода выговорил Рейстлин, и Танис в кое-веке раз с ним согласился. — Хватит пугать самих себя из-за чипу. Ужасающий треск похоронил его голос. Сверху хлынул мусор и звездка из щепки. Друзья поспешно отползли на четвереньках к дальней стене, а внутрь подвала просунулась громадная когтистая лапа. Когти поблескивали в свете Рейстлинного огонька. Беспомощно, пытаясь спрятаться за балками и разбитыми бочками, друзья видели, как лапа выпуталась из обломков и исчезла, оставив после себя широкую зияющую дыру. Вновь стало тихо. Какое-то время никто не осмеливался пошевелиться. Тишина длилась. — Это наша единственная возможность, — громко прошептал Танис. — Карамон, посмотри, что там наверху. Богатырь уже выполз из угла, в который забился, и пробирался через завалы к дыре. Речной ветер с мечом в руках следовал за ним. Вот Карамон выглянул наружу и озадаченно доложил. — Никого. Танис тоже подошел к отверстию и посмотрел вверх. Неожиданно перед ними возникла темная фигура, четко очерченная на фоне пламенеющего пожарами неба. За ее спиной угадывался силуэт гигантского зверя. Голова его была схожа с орлиной. Блестящие глаза и острый хищный изогнутый клюв отражали огонь. Друзья шарахнулись прочь, но слишком поздно. Их уже заметили. Незнакомец подошел ближе. Речной ветер запоздало вспомнил о своем луке. Карамон заслонил тику, держа меч на готове. Незнакомец, осторожно ступая, подошел к краю провала и опустился на колени, откидывая капюшон плаща. «Вот мы и встретились снова, Танис-Пуэльф», — прозвучал голос, холодный и чистый, словно свет далекой звезды. Глава восьмая. Бегство из Тарсиса. История драконьих глаз. Перепончатые крылья вновь и вновь проносили драконов над выпотрошенным Тарсисом. Их задача была выполнена, войска драконидов уже приступали к делу там внизу. Вскоре повелитель отзовет драконов назад и велит готовиться к новому броску. Пока же они отдыхали, плавая в потоках перегретого воздуха и подхватывая неразумных людей, осмелившихся выбраться из укрытий. В строгом порядке, стая за стаей, алые чудовища пикировали и взмывали, кружась в танце смерти. На всем крине не было силы, способной остановить их. Драконы знали это и ликовали, упиваясь победой. И все-таки их торжество оказалось чуточку подпорчено. Одному вожаку стаи, молодому алому дракону, доложили о том, что в разваленных гостиницах еще продолжалось сражение. Делать нечего, вожак повел туда свою стаю, ворча что-то насчет беспомощности командиров наземных войск. А впрочем, чего еще ждать, если нынешний повелитель был всего-навсего разжиревшим хабгоблином, побоявшимся даже проследить с драконьей спины за взятием безобидного Тарсиса. Вожак вздохнул, припоминая славные дни, когда Верминард сам вел их в бой, сидя в седле великолепного Пироса. Вот это был повелитель. Алый дракон безутешно покачал головой. — Ага, а вот и место сражения. Вожак оставил стаю кружиться, сам же слетел пониже, приглядываясь. И в это время... — Остановись! Я приказываю тебе остановиться! Алый забил крыльями, изумленно задирая голову вверх. Голос, отдавший приказ, был отчетлив и звонок, и принадлежал повелителю драконов, но отнюдь не Таэду. Даже несмотря на толстый плащ и блестящие чешуйчатые латы, было видно, что этот человек о них обгоблен. Но откуда он здесь взялся? И с какой стати? — Повелитель восседал на огромном синим драконе и сопровождало его несколько синих же стай. — Каков твой приказ, Повелитель? — спросил Алый, не торопясь однако повиноваться. — И кто дал тебе право нас останавливать? Какое дело тебе до этой части Кринна? — Дело, которое меня сюда привело, касается, судя, всего Кринна, а стало быть, у любой его части, был ответ. — Что же касается права? — Мощь моей вооруженной руки, вот и все мое право, Алый храбрец. И я приказываю тебе не убивать, но лишь захватить в плен этих жалких людишек. Доставь их мне, и я тебя хорошо награжу. — Ой, смотрите, — подала голос молодая Алая самка. — Грифоны! У Повелителя вырвалось восклицание изумления и недовольства. Посмотрев вниз, драконы и в самом деле заметили троих грифонов, взвившихся из облаков дыма. Они вдвое уступали Алым драконам размерами, но зато славились невероятной свирепостью. Дракониды в ужасе разбегались, длинные когти и острые клювы грифонов раздирали в клочья любого попавшегося на дороге. Алый дракон зарычал от ненависти и приготовился обрушиться на них вместе со своей стаей, но Повелитель заставил его отвернуть и вновь набрать высоту. — Повторяю, не смей их убивать! — был его суровый приказ. — Но иначе они сбегут! — яростно прошипел Алый. — Пусть, — холодно отвечал Повелитель. — Все равно далеко не уйдут. Разрешаю тебе прекратить исполнение задания и вернуться к главным силам. А если этот ваш идиот Таэт начнет к тебе приставать, скажи ему, что история о том, как он упустил голубой хрустальный жезл, отнюдь не умерла вместе с Ферминардом. И если он отважится мне перечить, они и узнают уже все. Повелитель отдал салют, затем развернул своего синего и послал его следом за грифонами. Те непревзойденные летуны уже вынесли своих седоков далеко за городские ворота. Алый провожал взглядом синих, пока тени растворились в ночных небесах. «Может быть, нам тоже за ними погнаться?» — спросила юная самка. «Нет», — ответил вожак, не сводя огненных глаз исчезающего вдали плаща повелителя. «Спорить с этим?» «Слуга покорный». «Благодарности излишни и даже нежелательны», — отмахнулась Эльхана Звездный Ветер, и Танис, безуспешно пытавшийся подыскать какие-то слова, смущен, но умолк. Трое грифонов стремительно несли наших героев сквозь хлещущий дождь. Крепко держась за жесткие перья, друзья смотрели вниз на гибнувший Тарсис. Город быстро уходил вниз и назад. «А кроме того, я не уверен, что у тебя не пропадет охота благодарить меня, когда я все объясню», — продолжала Эльхана, косясь на Таниса, сидевшего у нее за спиной. «Я спасла вас в основном потому, что вы мне нужны. Мне нужны воины, чтобы добраться к отцу. Знаешь же, мы летим в Сильванести». «Как так?» — ахнул Танис. «Но ведь наши друзья. Мы должны встретиться с ними. Пожалуйста, отвези нас к холмам. Мы никак не можем отправиться с тобой в Сильванести, Эльхана. От нас столько зависит. Если мы сумеем отыскать эти пресловутые драконьи глаза, мы сможем справиться с нечистью и положить конец войне. И только тогда...» «Мы отправимся в Сильванести немедленно», — ответствовала Эльхана. «У тебя нет выбора, полуэльф. Мои грифоны слушаются меня и только меня. И если я прикажу, они разорвут вас точно так же, как рвали драконидов». «Придет день», — выговорил Танис голосом, дрожавшим от гнева, — «когда эльфы проснутся и обнаружат, что они всего лишь члены огромной семьи. Хватит уже им вести себя подобно избалованному первенцу, которому достается лучший кусок, а другим жалкие объедки». «То, что даровали нам боги, мы вполне заслужили», — ответила Эльхана. «Вам, людям, а также полуэльфам», — презрение, прозвучавшее в ее голосе, резало больнее ножа. «Заровано тоже. Вы в своей алчности сами пренебрегли этим наследием. Что же, до нынешних битв мы и без вас отстоим свое право на жизнь. А ваша жизнь или смерть нас очень мало волнует». «Пока что», — сказал Танис, — «наша презренная помощь тебе куда как кстати». «Вас ожидает награда», — ответила девушка. «Награда? Да ведь в Сильванести нет ни стальных монет, ни драгоценных камней». «Вы разыскиваете драконьи глаза», — перебила Эльхана. «Так вот я знаю, где находится одно такое око. Оно в Сильванести». На какой-то миг Танис совершенно растерялся. Однако потом упоминание о драконьих глазах навело его на мысль о запропастившемся друге. «Где Стурм?» — спросил он Эльхану. «Последний раз я видел его с тобой». «Я не знаю, где он», — ответила она. «Мы с ним расстались. Насколько мне известно, он направился к гостинице разыскивать вас. Я вызвала своих грифонов». «Почему же ты не взяла его с собой в Сильванести? Ведь тебе нужны воины». «А это уж не твое дело». Эльхана повернулась к Танису спиной. Некоторое время тот сидел молча. Он так устал, что путались мысли. Однако потом он расслышал чей-то крик. Расслышал, надо сказать, с трудом, ибо шорох перьев могучих крыльев грифона все заглушал. Его звал Карамон. Что-то крича, воитель указывал назад. «Ну что там еще», — подумал Танис утомленно. Между тем дым и штормовые облака, нависшие над Тарсисом, давно остались позади. Над головой было чистое ночное небо, усеянное алмазными крошками звезд. Лишь там, где когда-то кружились два созвездия, зияли темные провалы. Луны, алые и серебряные, уже опустились за горизонт, но и без них Танис легко узнал черные тени, временами перекрывавшие звезды. «Драконы», — сказал он Эльхане, — «нас преследуют». Бегство из Тарсиса оказалось сущим кошмаром, и Танис его никогда впоследствии толком припомнить не мог. Много часов мчались они навстречу ледяному, пронизывающему ветру, который, даже мысли о смерти в пламени дракона, способен был предать некоторую заманчивость. Много часов сжимал сердце страх. Танис то и дело оборачивался, находил глазами тени драконов и напрягал зрение, не в силах отвести взгляд, хотя ветер выжимал из глаз слезы, смерзавшиеся прямо на щеках. Не растут ли, приближаясь страшные тени, не настигают ли их? Звезды уже бледнели, когда обессилевшие беглецы остановились передохнуть в пещере высокого скального кряжа. Рассвет вновь поднял их в воздух, и снова замелькали позади крылья драконов. Немногие живые существа способны соперничать в полете с грифоном. Однако драконы, синие драконы, таких друзья еще не видали, упрямо маячили у горизонта, не позволяя отдыхать днем. А ночью, когда измученным грифоном требовалось хоть немного поспать, приходилось прятаться. Ко всему прочему, еды было в обрез, да и то лишь квитпа, эльфийские сушеные фрукты из запасов эльханы. Эта походная пища неплохо поддерживала силы, но голоду утолить не могла. Тем не менее, даже Карамон до того выдохся и приуныл, что и ему кусок в горло не лез. Единственное событие, отчетливо запомнившееся полуэльфу, произошло на вторую ночь бегства. Они сидели в сырой неприютной пещере у крохотного костерка, и Танис рассказывал друзьям об открытии, которое сделал Кендер в Торсийской библиотеке. При упоминании о драконьих глазах у Рейслина заблестели глаза, а худое лицо словно бы озарилось каким-то внутренним светом. «Драконьи глаза?» — переспросил он негромко. «Я так и думал, что ты верно слышал о них», — сказал Танис. «Что хоть это такое?» Рейслин ответил не сразу. Тщедушный маг лежал у самого огня, окутаясь в два плаща, свой и брата, и тем не менее так и трясся от холода. Золотые глаза его были устремлены на Эльхану. Та сидела несколько поодаль от них, как бы соглашаясь разделить с ними кров, но не беседу. Тем не менее, магу показалось, будто она слегка повернула голову, прислушиваясь. «Ты говоришь, одно око хранится в Сильванесте», — сказал он Танису. «Мне кажется, здесь есть та, кто расскажет обо всем гораздо лучше меня». «Я знаю немногое». Эльхана обратила бледный лик к огню. «Мы хранили его как реликвию прошлого, скорее, как некий любопытный предмет, не более. Кто же мог предвидеть, что люди вновь пробудят спящее зло, и на Крине появятся драконы?» Рейслин не успел ответить. Речной ветер гневно вмешался. «Сперва докажи, что это сделали именно люди!» Эльхана устремила на жителя равнин негодующий взгляд, но промолчала. Спорить с варваром было ниже ее достоинства. Танис вздохнул. Речной ветер недолюбливал эльфов. Немало минувало дней, прежде чем он стал доверять Танису. Еще больше времени потребовалось ему, чтобы освоиться с Вараной и Гилтоносом. И когда варвар готов был вот-вот избавиться от унаследованных предрассудков, откуда ни возьмись появляется Эльхана и своими встречными предрассудками портит все дело. «Ладно», — сказал Танис. «Расскажи, Рейслин, что тебе известно о драконьих глазах». «Мое питье, Карамон», — приказал маг. Карамон немедленно поставил перед братом кружку кипятка. Приподнявшись на локте, Рейслин бросил в горячую воду щепоть сухих листьев. Странный едкий запах наполнил маленькую пещеру. Морщись, Рейслин отхлебнул горького зелья и начал свой рассказ. «Век мечтаний, когда члены моего ордена пользовались уважением и почетом по всему Кринну, башен высшего волшебства было пять». Голос мага дрогнул. Упоминание о башнях вновь пробудило мучительные воспоминания. Карамон хмуро смотрел в каменный пол и Танис, от которого не укрылась тень, опустившаяся на близнецов, в который раз спросил себя, что же могло произойти в той башне такого, чтобы столь сильно переменить жизни обоих. Он знал, что разузнавать бесполезно. Обоим было запрещено говорить. Помолчав немного, Рейслин глубоко вздохнул и продолжал. «Когда началась вторая война с драконами, высшие посвященные моего ордена, собрались в величайший из башен, в той, что в городе Палантасе, и там создали драконьи глаза». Тут его взгляд устремился в пространство, он замолчал, а когда заговорил вновь, Танису показалось, что маг пересказывал то, чему сам был свидетелем. Изменился даже его голос, сделавшись низким и звучным, и он более не кашлял. Карамон взирал на брата в немом изумлении. Первыми, как только взошла серебряная солинари, в верхнюю комнату башни вошли носители белых одежд. Затем, обливаясь кровью, взошла алая лунитари, и в покой вступили носители алых одежд. И, наконец, когда способные увидеть различили нутари, черный диск, провал тьмы между звезд, в комнату вошли носители черных одежд. Воистину странен был тот исторический миг, когда все междоусобные распри различных ветвей ордена на время забылись. Подобному суждено было повториться лишь однажды, в одни проигранных битв, но тогда это невозможно было предугадать. Мы знали только, необходимо уничтожить величайшее зло, и этого нам было довольно. Ибо мы, наконец, поняли, что зло вознамерилось покончить вообще со всей магией Кринна, дабы никто не мог противостоять его вражбе. Иные из черных одежд, пожалуй, встали бы на сторону столь могущественной силы. Танис видел, каким огнем горели глаза Рейслина. Если бы вскоре не поняли, что станут не повелителями, а всего лишь рабами. И тогда были созданы драконьи глаза, в ночь, когда все три луны стояли в зените. «Три луны?» – тихо переспросил Танис, но Рейслин не услышал вопроса. «В ту ночь совершались великие подвиги волшебства», – продолжал он все тем же чужим голосом. «И такова была мощь произносимых заклятий, что многие не выдерживали их и валились без сил, опустошенные телом и духом. Но к утру на своих пьедесталах лежали пять глаз дракона, лучащихся светом, клубящихся тенями. Все они, кроме одного, были с величайшими предосторожностями унесены из Павантаса, по одному в каждую башню. Они-то и помогли избавить мир от владычицы тьмы». Лихорадочный блеск погас в глазах Рейслина. Он умолк, ссутулился и забился в жестоком приступе кашля. Друзья молча смотрели на него, никак не решаясь заговорить. Наконец Танис подал голос. «Как ты сказал? Три луны?» Рейслин поднял глаза и безразлично посмотрел на него. «Три луны?» прошептал он. «Не знаю я ничего про три луны. О чем вообще мы разговаривали?» «О драконьих глазах. Ты нам рассказывал, как они были созданы. Но откуда ты?» Танис осекся, видя, что маг без сил укладывается на свою тоненькую подстилку. «Ничего я тебе не рассказывал», — буркнул он раздраженно. «Что ты несешь?» Танис переглянулся с остальными, и речной ветер отрицательно покачал головой, а Карамон прикусил губу и отвернулся, пытаясь скрыть охватившие его беспокойства. «Мы говорили о глазах дракона», — сказала золотая луна. «Ты собирался поведать нам, что тебе о них известно?» Рейслин вытер окровавленные губы. «Мне известно немногое», — повторил он, утомленно пожимая плечами. «Только то, что глаза были созданы общими усилиями величайших волшебников. И, соответственно, лишь величайшие маги способны ими пользоваться. Если же окон вздумает повелевать новичок, ему грозит страшная опасность. Вот, пожалуй, и все. Весь свод знаний о глазах драконов пропал в одни проигранных битв. Говорят, два ока погибли вместе со своими башнями высшего волшебства. Вернее, были уничтожены магами, не желавшими, чтобы ими завладела чернь. Когда же умерли последние хранители трех остальных, их след затерялся». Рейслин говорил все тише и тише. Наконец, совершенно лишившись сил, он откинулся на свое ложе и сразу уснул. «Проигранные битвы, три луны и этот странный голос», — пробормотал Танис, — что к чему, непонятно. «А я не верю ни в одно, ни в другое, ни в третье», — сурово заявил речной ветер. И принялся расстилать меховые постели, золотой луны и свою. Танис собирался уже последовать его примеру, но заметил, что Эльхана выбралась из потемок и остановилась над спящим магом, взволнованно заламывая пальцы. «Если окон вздумает повелевать новичок», — повторила она шепотом, и голос ее был полон ужаса. «Мой отец!» Танис скинул на нее глаза и внезапно все понял. «Ты полагаешь, твой отец мог попытаться использовать Ока?» «Боюсь, что да», — прошептала Эльхана. «Он сказал, что сразится со злом один на один и заставит его убраться из нашей страны. Так вот, значит, что он имел в виду». И она склонилась над Рейстеном. «Разбудите его», — приказала она. Ее темные глаза метали молнии. «Я должна знать. Разбудите его, и пусть он расскажет, в чем заключается эта страшная опасность». Карамон без лишних слов взял ее в охапку и мягко, но решительно заставил отойти от спящего брата. Прекрасное лицо эльфийки было искажено страхом и яростью. Она была готова влепить Карамону пощечину, но подоспевший Танис остановил ее руку. «Госпожа Эльхана, будить его бесполезно», — сказал он ровным голосом. Он рассказал нам все, что известно лично ему. Что же до того, другого голоса, Рейстен явно не помнит, о чем тот вещал его устами. «С Рейстен и раньше приключалось подобное», — приглушенно пробосил Карамон. «Просто-таки превращается в кого-то на время. Выматывает это его ужасно, а что было, не помнит». Эльхана выдернула свою руку у Таниса. Черты лица вновь обрели неприступную мраморную строгость. Резко повернувшись, она пошла к выходу из пещеры. Речной ветер успел задернуть вход одеялом, чтобы свет костра не был виден снаружи. Эльхана отбросила это одеяло резким движением, едва не сорвав, и вышла наружу. «Поспи немного», — сказал Танис Карамону, — «я буду стоять первую стражу». «Я немножко побуду с Рейстен», — ответил богатырь, растилая постель подле спящего близнеца. Танис же последовал за Эльханой наружу. Грифоны крепко спали, спрятав головы в перья и цепко держась когтистыми передними лапами за кромку скалы. Полуэльф не сразу разглядел Эльхану в темноте, потом все-таки нашел ее взглядом. Она горько рыдала, прислонившись к большому валуну и спрятав лицо в ладонях. Танис знал, что гордая дочь Сильванести никогда не простит ему, если узнает, что он видел ее вот такой, беспомощной, плачущей, несчастной, и он поспешно скрылся за одеялом. «Я буду сторожить первым», — произнес он намеренно громко и только после этого вновь вышел наружу. Приподняв одеяло, он увидел, как Эльханов, вздрогнув поспешно, утерла глаза. Он, конечно, и виду не подал, что заметил ее движение. Она же быстро повернулась к нему спиной. Танис медленно пошел к ней, давая девушке время собраться с мыслями. «В пещере так душно», — сказала она негромко, — «я вышел подышать». «А я сторожить», — сказал Танис. Помолчал и добавил. «Ты, по-моему, очень боишься, как бы твой батюшка вправду не сделал попытки использовать Ока, но ведь он, наверное, знает его историю. Я кое-что слышал о твоем отце. Если память меня не подводит, он изучал волшебную науку». «Он знает, откуда попала к нам Ока», — ответила Эльхана. Голос ее дрогнул, но она совладала с собой. «Молодой маг не ошибся, рассказывая о проигранных битвах и разрушении башен. Он был неправ лишь в одном, в том, что остальные три Ока затерялись. По крайней мере, одной из них мой отец принес Сильванести и стал его хранителем». «Проигранные битвы», — сказал Танис и прислонился к скале рядом с Эльханой. «Что хоть это было такое?» «Неужели в Кваленосте настолько все позабыли?» Ее взгляд, устремленный на Таниса, был полон презрения. «Я вижу, общение с людьми совершенно превратило вас в варваров». «Кваленост ни при чем», — ответил он. «Это я пренебрегал уроками и невнимательно слушал наставника». Эльхана пристально посмотрела на него, подозревая насмешку. Но лицо его было совершенно серьезно, к тому же ей совсем не хотелось, чтобы он обиделся и ушел, оставив ее в одиночестве. «В век силы», — начала она свой рассказ, — «когда Истар начал приобретать все большее могущество и все большую славу, король-жрец Истар и его приближенные начали все сильнее завидовать магам, также повелевавшим немалыми силами. По мнению священства, мир не нуждался более в волшебстве. Еще бы, ведь здесь они были невластны. Что же касается магов, то народ, почитая их, никогда полностью им не доверял, даже тем, что носили белые одежды. Одним словом, жрецам не составило большого труда натравить на них чернь. К тому же, в те времена зло начало умножаться в мире, и вину за это жрецы возложили опять-таки на волшебников. И главными объектами ненависти толпы стали башни вышел волшебства, средоточие всей силы магов, места, где новички проходили последние, самые тяжкие и опасные испытания. Башни оказались в осаде, и тогда-то, как и упомянул твой молодой друг, три ветви ордена во второй раз за всю свою историю сошлись вместе, чтобы попытаться защитить свои последние твердыни. «Но как же могло получиться, что они проиграли?» спросил Танис, не в силах поверить. «И ты, общаясь каждый день со своим приятелем-магом, еще спрашиваешь? Он могуществен, но и ему требуется отдых, и даже величайшим нужно время, чтобы обновить в памяти заклинания. Вот и те древние маги, а равных им Крин с тех пор не видал, должны были время от времени спать и проводить часы за чтением своих книг. К тому же их, как и ныне, было не так уж и много, ибо немногие отваживаются на испытания в башнях, зная, что неудача означает гибель». «Гибель?» тихо переспросил Танис. «Да», — кивнула Эльхана. «Твоему другу никак не откажешь в мужестве, ведь он решился на испытания столь молодым. Он очень храбр, а может быть, непомерно честолюбив. Сам он ничего тебе не рассказывал?» «Нет», — пробормотал Танис. «Он никогда не рассказывает об этом. Но продолжай, прошу тебя». Эльхана пожал плечами. Когда стало ясно, что борьба безнадежна, маги сами уничтожили две башни, и ужасные взрывы, говорят, смели все на много миль кругом. Осталось лишь три — башни Истара, башня Павантаса и башня Вайрета. Штурмовать их король-жрец не решился, опасаясь столь же чудовищных разрушений, и он пообещал, что позволит магам беспрепятственно покинуть Павантаса и Истар, если они оставят свои башни в целости и сохранности, ибо знал, что в ином случае маги вполне способны были уничтожить оба города. И тогда волшебники отправились в единственную башню, никогда не подвергавшуюся нападениям, в башню Вайрета, что стоит в Хоролисовых горах. Туда они удалились зализывать раны и охранять ту малую искру магии, что еще сохранялась на Кринне. А волшебные книги, которые они не смогли унести, книг, надобно сказать, они накопили невероятное множество, а некоторые к тому же были защищены заклятиями, маги передали в библиотеку Павантаса. И там, насколько о том известно моему народу, книги эти прибывают и по сей день. Над горизонтом взошла серебряная луна, и ее лучи осияли свою дочь такой красотой, что у Таниса невольно перехватило дыхание. Но как же холодна была эта красота. «А что ты можешь сказать о третьей луне?» – спросил он, вглядываясь в ночное небо и испытывая невольную дрожь. «О черной луне?» «Немногое», – отвечала Эльхана. «Видишь ли, луны служат для колдунов источником силы. Белые одежды используют соленари, алые одежды – лунитари. Сказания утверждают, будто есть своя луна и у черных одежд. Но только они одни знают ее имя и то, как находить ее в небе». «Рейстлин, небось, знает», – подумалось Таннису. «По крайней мере, знает обладатель того, другого голоса. Слух он, впрочем, говорить об этом не стал. «А как досталось око твоему отцу?» «Мой отец, Ларак, учился волшебным наукам, тихо проговорил Эльхана, подставляя лицо лучам серебряного светила. Потом он отправился в Истар, в башню высшего волшебства, чтобы там пройти испытания. Он прошел его и остался в живых. Там-то он впервые и увидел око дракона». На какой-то миг она умолкла, потом заговорила вновь. «То, о чем я сейчас тебе расскажу, я никому еще не рассказывала. И отец не говорил никому, только мне. Я решаюсь нарушить обет молчания лишь потому, что ты имеешь право знать. Знать, что ждет вас впереди. Слушай же. Во время испытания око...» Эльхана помедлила, подыскивая слова. Око заговорило с ним. Вернее, с его сознанием. Оно боялось ужасного бедствия, которое должно было вскоре произойти. «Не оставляй меня здесь, выстаре», — сказала оно ему. «Иначе я погибну, и это приведет к гибели мира». И тогда мой отец... Кто-нибудь может сказать, что он украл око. Сам же он полагал, что спасает его. А спустя некоторое время башня Истара была покинута магами. Сам король-жрец пожелал в ней расположиться. Затем маги ушли и из Палантасской башни. Эльхана содрогнулась. История этой башни ужасна. Палантасский регент, ученик короля-жреца, явился к башне, чтобы по его собственным словам запечатать ее двери. Однако все видели, каким аучным взором окидывал он прекрасную башню, ибо легенды о ее чудесах, добрых и злых, ходили по всему Кринну. И вот старейшина белых магов запер серебряным ключом золотые чудесные ковки ворота. И регент уже протянул руку, желая скорее заполучить ключ, но в это время в окне верхнего этажа появился один из черных одежд. Он крикнул, «Эти ворота останутся запертыми, а залы башни пустыми, пока властелин прошлого и будущего не возвратится во всей силе». И с этими словами злой волшебник бросился вниз, прямо на острые прутья ворот. И когда они уже пронзали черную ткань его одежд, он заклял башню страшным заклятием. Когда же его кровь потекла на земь, ворота, выкованные из золота и серебра, скорчились и почернели. Прекрасная башня, белая с алым, померкла и стала подобно серому льду, а черные минареты и вовсе рассыпались в прах. Надо ли говорить, что регент и все пришедшие с ним в ужасе разбежались? По сей день никто так и не отважился не то, что проникнуть в башню, но даже и близко подойти к ее воротам. Вот после того события мой отец и принес Око в Сильванестии. «Но ведь наверняка твой отец, прежде чем взять Око, хоть что-нибудь о нем разузнал», — настаивал Танис. «Например, как с ним управляться?» «Может и так, но об этом он не говорил мне никогда», — ответила Эль-Хана устало. «Я ничего больше не знаю. А теперь мне нужно отдохнуть. Спокойной ночи», — сказала она Танису, не глядя на него. «Спокойной ночи, госпожа Эль-Хана», — ответил он негромко. «Спи спокойно и не беспокойся ни о чем. Твой отец мудр и многое пережил. Я уверен, с ним ничего не случилось». Эль-Хана хотела было молча пройти мимо него, но расслышала в его голосе искреннее сочувствие и помедлила, а потом проговорила так тихо, что ему пришлось подойти к ней вплотную. «Хотя он и прошел испытание, он не был так силен в магии, как твой друг. И если он решил, что Око — наша последняя надежда, боюсь он...» Ее голос задрожал и сорвался. У гномов есть поговорка. Почувствовав, что непреодолимая грань между ними исчезла, та несбережно обнял ее за плечи и притянул к себе, стараясь утешить. «Они говорят, одолжишь беду, отдашь с приварком, замешанным на печали. Не беспокойся ни о чем, мы ведь с тобой». Эль-Хана не ответила. Она позволила себе лишь несколько мгновений подли него, а потом высвободилась из его рук и пошла ко входу в пещеру. Но у самого входа остановилась и оглянулась назад. «Ты волнуешься за своих друзей, оставшихся в Тарсисе», — сказала она. «Не волнуйся более. Они благополучно выбрались из города, сейчас они в безопасности». Кендер, правда, некоторое время был близок к смерти, но выжил. Они отправились к ледяной стене, разыскивать другое око дракона. Танис так и ахнул. «Откуда ты знаешь?» Эль-Хана покачала головой. «Я сказала тебе все, что я имею право сказать». «Эль-Хана?» — спросил он строго. «Откуда ты знаешь?» Ее бледные щеки окрасил румянец. «Я... я подарила рыцарю камень-звезду», — запинаясь, выговорила она. «Он, конечно, понятия не имеет ни о заключенной в нем силе, ни о том, как с ним обращаться. Собственно, я даже не знаю, почему я так поступила, только...» «Только что?» — спросил Танис, беспредельно изумленный ее словами. «Он вел себя так мужественно и благородно. Он рисковал жизнью, защищая меня. А ведь он не знал, кто я такая. Он делал это просто потому, что я попала в беду и нуждалась в помощи». И... ее глаза замерцали. И он плакал, когда драконы убивали людей. Я еще ни разу не видела, чтобы взрослый мужчина плакал. Мы не проливали слез даже тогда, когда драконы вынудили нас покинуть родную страну. Наверное, мы забыли, как это, плакать. И как бы поняв, что слишком разоткровенничалась, она поспешно отдернула одеяло и скрылась в пещере. «Во имя всех богов», — выдохнул Танис. «Подумать только, камень-звезда. Какой редкостный, бесценный подарок. Ими обмениваются эльфийские возлюбленные, когда судьба их разлучает, и камни связывают воедино их души. Это позволяет улавливать все чувства любимого и в час нужды делиться с ним силой. Но Танис, проживший уже немало лет, ни разу не слышал, чтобы камень-звезда был подарен человеку. Что он делает с человеком, как действует на него? И потом Эльхана никогда не могла бы полюбить человека или ответить на его любовь. Наверное, — решил Танис, — это был слепой случайный порыв. Она была так одинока, так напугана. Нет, добром это не кончится. Разве только что-нибудь решительно изменится в самой природе эльфов. Или в душе Эльханы. И как не радовался Танис тому, что друзья его были живы и здоровы, сердце его сжимало дурное предчувствие. И страх за стурма. Глава девятая. Сильванести. Вхождение в сон. Третий день путешествовали они на крыльях грифонов, летя навстречу рассвету. И было похоже, что они оторвались таки от преследователей. Хотя Тика, чьей обязанностью было следить за тылом, утверждала, что все еще видит черные точки на горизонте. Так или иначе, в тот вечер, когда солнце садилось у них за спиной, впереди заблестела река, известная под именем Тон-Талас, река Властелина. Испокон веку она отделяла Сильванести от внешнего мира. Танис был немало наслышан о чудесах и красотах древнейшей родины эльфов. При том, что эльфы Кваленести без особого сожаления говорили о стране, оставленной ими когда-то. Они не тосковали по утраченным чудесам Сильванести. Напротив, те превратились для них в настоящий символ различий, возникших между двумя эльфийскими племенами. Эльфы Кваленести жили в согласии с природой, предпочитая своим искусством дополнять и подчеркивать ее совершенство. Они возводили свои жилища меж стройных осин, волшебным образом покрывая их стволы золотом и серебром. Сами же их дома были сложены из мерцающего розового кварца и дикой природе вовсе не возбранялось жить с ними бок о бок. А вот народу Сильванести были более по душе разнообразие и неповторимость. И поскольку, по их мнению, этих качеств окружающему миру явно не доставало, они его переделывали на свой вкус. Терпение, как и времени, у них было в достатке, ибо что такое столетие для эльфа, чей век измеряется многими сотнями лет. Не мелочась, они переделывали целые леса, пересаживая и заботливо подстригая деревья, превращая дикие дебри в невообразимо прекрасные фантастические сады. Понятия возводить дом у них также не существовало. Свои жилища они скорее ваяли, придавая мраморным скалам, которыми изобиловала их страна, столь удивительные и странные формы, что даже гномы, непревзойденные мастера, отправлялись в тысячемильные путешествия только за тем, чтобы на них посмотреть. Благо было это в те времена, когда народы Кринны еще не затворялись один от другого. И если верить легендам, люди, забредшие в чудесные сады Сильванести, не находили в себе сил их покинуть, так и оставались в них навсегда плененные магией и красоты. Обо всем этом Танис, разумеется, знал лишь понаслышке, ибо со времени братоубийственных войн никто из племени Кваленести на древней прародине не бывал. А уж людей, по слухам, в Сильванести перестали пускать еще за сотню лет до того. «Я слышал, — сказал Танис Эльхани, пролетая на спине Грифона над вершинами Осин, что люди, забредшие в Сильванести, не могут выйти назад, очарованные красотой твоей родины. Я начинаю беспокоиться за своих друзей». Эльхана оглянулась через плечо. «Я всегда знала, что люди слабы», — сказала она холодно. «Однако это уже что-то новенькое. Люди вправду не приходят более в Сильванести, но лишь по той причине, что мы их не пускаем. Удерживать кого-либо из них у себя мы ни за что бы не стали. Более того, за подозрия, что кто-то из вас возжелает остаться, я не позволил бы ему проникнуть в нашу страну». И даже Стурму не удержал сон от вопроса, задетый ее тоном. Знать бы ему, каков будет ответ. Эльхана обернулась так резко, что ее длинные черные волосы больно хлестнули его по щекам. Ее лицо побелело до такой степени, что кожа стала казаться прозрачной. Танису померещились даже жилки, пульсировавшие под кожей. Темные глаза были двумя полночными омутами. «Не смей так говорить со мной», — произнесла она сквозь зубы. Губы у нее были белые. «Не смей упоминать о нем». «Но ведь вчера вечером», — выговорил он, запинаясь и потирая саднившую щеку. «Вчерашнего вечера не было», — сказала Эльхана. «Вчера я была обессилена и испугана. Так же, как и тогда, когда я встретила этого рыцаря. И я сожалею о том, что говорила о нем с тобой. Я сожалею, что упомянула о камне звезде. И о том, что подарила его ему», — спросил Танис. «Я проклинаю тот день, когда решила побывать в Тарсисе», — сказала Эльхана тихо и яростно. «Я бы предпочла никогда не видеть этого города. Никогда». И она отвернулась, оставив Танис и наедине с его невеселыми думами. Впереди уже показалась высокая звездная башня. Но тут грифоны, вместо того, чтобы перелететь по граничную реку, вдруг резко устремились к земле. Обеспокоенно оглядевшись, Танис не заметил никаких признаков опасности. Однако грифоны продолжали быстро снижаться. В чем дело? Насколько можно было судить, о нападении вражеских армий на Сильваныстии речи не шло. Будь поблизости дракониды, внизу чернела бы испоганенная земля, а к небу поднимались бы дымки походных костров. Но нет, верхушки осин мирно зеленели под ними, а между ними, там и сям, белели великолепные мраморные строения. «Вперед!» — по-эльфийски обратилась Ильхана к грифонам. «Вперед! Приказываю вам лететь дальше! Мне надо в башню!» Но грифоны, не повинуясь команде, кругами спускались все ниже. «Что случилось?» — спросил Танис. «Почему они садятся?» «Да башни рукой подать, так в чем дело?» И он еще раз обвел глазами округу. «Лично я не вижу причины для беспокойства». «Они отказываются лететь дальше?» — взволнованно, не в силах скрыть тревоги, — отвечала Ильхана. «А почему не говорят?» «Только то, что дальше, мол, мы должны идти сами. Не понимаю». Танису такой оборот делу нравился все меньше и меньше. Грифоны имели репутацию существ свирепых и гордых. Впрочем, тому, кому удавалось завоевать их дружбу, они служили верно и преданно. Эльфийские правители Сильванести издавна приручали и использовали грифонов. Эти полу-левы и полуорлы значительно уступали по размерам драконам, но молниеносная скорость в полете, грозный клюв и страшные когти, а пуще того неукротимый боевой дух делали их соперниками, с которыми приходилось считаться. Грифоны, насколько было известно Танису, не боялись никого и ничего. Стоило вспомнить хотя бы их бесстрашный прилет в Тарсис, небо над которым так и кишело драконами. Зато теперь они были явно испуганы. Они приземлились на речном берегу, и ни приказы, ни уговоры Эльханы не могли заставить их сдвинуться с места. Нахохлившись, они чистили перья, упрямо отказываясь повиноваться. Наконец стало ясно, что друзьям остается только слезть на земь и сгрузить свои припасы с их спин. Птицы с телами львов тотчас развернули могучие крылья и удалились с угрюмым достоинством, к которому примешивалось и чувство вины. «Значит быть посему», — сказала Эльхана, игнорируя недоуменные и рассерженные взгляды спутников. «Придется идти пешком только и всего. Здесь недалеко». Они стояли одни-одинешеньки на берегу, глядя на лес по ту сторону поблескивавшей водной глади. Все молчали. Каждый напряженно ждал какой-нибудь напасти, однако все было спокойно. Перед ними был всего лишь осинник, пронизанный последними лучами заката. Шепчущие волны выплескивались на берег. Осины еще зеленели, но вокруг было уже по-зимнему тихо. «Кажется, ты говорила, твой народ покинул эти места из-за того, что вас взяли в осаду?» обратился наконец Танис к Эльхане. «Если тут властвуют драконы, я вражный гном», — фыркнул Карамон. «Осада была», — пристальный взгляд Эльханы обшаривал лес. «И драконов в небесах носилось не меньше, чем над Тарсисом, а люди-ящеры наводнили наши леса, сжигая, уничтожая». «Выдумки какие-то», — на ухо речному ветру шепнул Карамон. Варвар нахмурился и ответил, не спуская глаз с эльфийки. «Хорошо, если так. Я вот думаю, зачем она нас сюда привезла? Уж не ловушка ли это?» Карамон задумался над его словами, потом беспокойно покосился на брата. С самого момента отлета грифонов тот стоял неподвижно, глядя на лес. Великан на всякий случай пошевелил меч в ножнах и придвинулся поближе к Тике. Их руки встретились как бы случайно. Тика опасливо глянула на Рейслина и крепко сжала надежную ладонь богатыря. Маг все смотрел и смотрел на лес, остановившимся взором. «Танис», — вдруг сказала Эльхана, и, не помня себя от неожиданной радости, схватила его за плечо. «А вдруг у него все получилось? Может быть, мой отец победил их, и теперь мы сможем вернуться домой?» «Ой, Танис», — повторила она взволнованно, — «надо только переправиться через реку, и мы все сразу узнаем. Идемте скорее, переправа вон там, за излученной». «Эльхана, погоди!» — попробовал он остановить ее, — «ну куда там?» Она уже бежала по ровному травянистому бережку, путаясь в длинных развивающихся юбках. «Эльхана!» — «Проклятье!» — «Карамон, речной ветер! За ней!» «Пожалуйста, Золотая Луна, объясни хоть ты ей, что надо быть осторожней!» Варвара и Карамон обменялись многозначительными взглядами, но без разговоров побежали следом за девушкой. Золотая Луна и Тика последовали за ними, хотя, конечно, не так быстро. «Неизвестно, что ждет нас в этих лесах», — пробормотал Таннис. «Что скажешь, Рейстлин?» Но маг, казалось, не слышал его, и Таннис, подойдя, заметил его отсутствующий взгляд. «Рейстлин?» — повторил он. Маг уставился на него, словно очнувшись ото сна. Он не сразу понял, что к нему обращаются. «Что там, Рейстлин?» — спросил Таннис. «Что ты чувствуешь?» «Ничего, Таннис», — ответил тот. «Ничего?» — удивленно переспросил полуэльф. «Непроницаемый туман, глухая стена», — прошептал маг. «Я ничего не вижу сквозь нее. И ничего не чувствую». Внимательно глядя на него, Таннис внезапно понял, что Рейстлин обманывает. «Но почему? Ради чего?» Маг хладнокровно выдержал его взгляд и даже чуть улыбнулся тонкими губами. «Вижу, мол, что ты мне не поверил, но меня это ничуть не волнует». «Рейстлин», — сказал Таннис негромко, — «Что могло случиться, если варак, король здешних эльфов, в самом деле попытался использовать ока?» Волшебник вновь уставился на лес. «Ты думаешь, это возможно?» — спросил он. «Да», — ответил Таннис. «Эльхана мне рассказала немногое, но по ее словам, когда варак проходил испытание в Истарской башне высшего волшебства, эта ока обратилась к нему, прося спасти его от грядущего бедствия». «И он послушался?» — спросил Рейстлин. «Голос его напоминал шуршание волн древней реки». «Да». Он забрал его и доставил в Сильванести. «Значит, это истарское око», — прошептал Рейстлин. Глаза его сузились, он вздохнул, и в этом вздохе были жажда и страсть. «Я мало что знаю о глазах дракона», — проговорил он спокойно. «Но вот что я скажу тебе, полуэльф. Ни один из нас не выйдет из Сильванести без шрама на сердце, если мы вообще выйдем оттуда». «О чем ты? Какая опасность нам угрожает?» «Какая разница, что за опасность я там учуял?» И Рейстлин скрестил на груди руки, спрятанные в широкие рукава одеяния. «Все равно мы должны войти в Сильванести, и ты об этом знаешь не хуже меня. Или ты предпочел бы упустить шанс завладеть оком?» «Но почему все-таки не сказать, что за опасность ты видишь?» — начал Танис сердито. «Мы бы хоть знали, чего ждать, и заранее приготовились». «Ну так готовься», — еле слышно прошептал Рейстлин, и, отвернувшись прочь, пошел по берегу в ту сторону, куда скрылся его брат. Вечерняя заря уже догорала, когда друзья оказались наконец на том берегу. Ночная тьма постепенно окутывала легендарные леса Сильванести, и тени, залегшие между деревьями, чем-то напоминали темную воду, журчавшую подкилем их лодки. Переправа шла медленно. Покрытая замысловатой резьбой лодка, соединенная с обоими берегами сложной системы канатов, на первый взгляд была в отменном состоянии. Но как только они оттолкнулись от берега, выяснилось, что канаты подгнили, да и лодка принялась разваливаться прямо на глазах. Более того, сама река, казалось, стала меняться. Вода, сочившаяся внутрь лодки сквозь многочисленные щели, была красновато-коричневого цвета и слабо, но явственно попахивала кровью. Когда же они достигли, наконец, противоположного берега, и, выбравшись из лодки, начали выгружать вещи, истлевшие канаты оборвались, и быстрое течение мигом утащило лодочку прочь. И тут же погасли последние от цветы зари. Ночь замкнулась над Сильванести. И какая ночь! В небе не было ни облачка, но почему-то не было видных звезд, а также и лун, не серебряный, не алый. Свет исходил лишь от реки, призрачное и мертвенное сияние дрожало над нею. «Посвяти посохам, Рейстлин», — сказал Танис. Голос неестественно громко отдался в мертвой тишине царившей в лесу. Даже могучий Карамон невольно поежился. «Ширак», — приказал Рейстлин, и хрустальный шарик, зажатый в золотой лапке дракона, вспыхнул огнем. Но и этот свет был бледен и холоден, и, казалось, не освещал ничего, лишь странные золотые глаза мага с их зрачками в форме песочных часов. «Надо идти в лес», — сказал Рейстлин, и голос его дрогнул. Спотыкаясь, побрел он в темную чащу. Остальные еще какое-то время молча, не двигаясь, стояли на берегу. Им было страшно, и в особенности потому, что явных причин для страха вроде бы и не было. Казалось, волной ужаса испускала сама земля под ногами, и ужас вливался в их тела, заставляя подгибаться колени, впиваясь в мозг, обессиливая тело и дух. Страх. Но перед чем? Они были одни, совершенно одни. Некому и нечему было пугать их. Но это-то ничто и навевало на них ужас, какого они еще ни разу в жизни не знали. Рейстлин прав. С величайшим трудом, стуча зубами, выговорил Танис. Нам надо в лес. Найти какое-нибудь убежище. Идемте за Рейстлином. Трясясь всем телом, он шагнул вперед, понятия не имея, последовал ли за ним кто-нибудь, и не особенно заботясь об этом. Он слышал, как за его спиной всхлипывала тика, а золотая луна пыталась молиться, но губы не слушались. Он слышал, как Карамон просил брата остановиться и подождать их, как вскрикнул от ужаса речной ветер, но все это не имело никакого значения. Надо было бежать, скорее бежать из этого жуткого места, туда, где мерцал огоньком Рейстлина в посох. Кое-как, запинаясь на каждом шагу, он последовал за магом в лес. Но стоило вступить под деревья, и страх окончательно лишил Таниса сил. Он не мог больше сделать ни шагу. Дрожа он опустился на колени. Потом стал клониться вперед, царапая пальцами землю. «Рейстлин!» — надорвал он горло отчаянным воплем. Но маг ничем помочь ему не сумел. Последним, что видел Танис, был огонек его посоха. Медленно, все медленнее и медленнее падающий на зим. Руки Рейстлина, обмякшие, безжизненные, более не могли его удержать. Деревья. Прекрасные и удивительные деревья Сильванысти. Искуснейшие руки столетиями осторожно и бережно придавали им форму, превращая в произведение искусства. Повсюду кругом Таниса были деревья. Деревья, восставшие против своих садовников. Живые рощи чудес, ставшие рощами ожившего ужаса. Листья их мучительно содрогались, исходя тошнотворным зеленоватым мерцанием. Танис в ужасе озирался. Много странного и ужасного видел он за свою жизнь, но подобного еще ни разу. Это зрелище, понял он, было способно свести его с ума. Он лихорадочно крутил головой, но избавления не было. Со всех сторон стояли деревья Сильванысти, измененные самым чудовищным образом. Казалось, древесные души тщетно рвались наружу из тел стволов, подвергнутых пытке. Жуткая судорога терзала искореженные ветви. Корчились корни, стараясь вырваться из земли и убежать. Раны стволов обильно кровоточили соком. Шорох листьев был с тоном боли и ужаса. Деревья Сильванысти плакали кровью. Куда он попал? Сколько времени он здесь находился? Танис не знал. Он помнил лишь, как направился к звездной башне, видимой сквозь ветви осин. Он шел и шел, и ничто не преграждало ему дорогу. Но потом он услышал, как завизжал от ужаса кендер, словно маленький зверек, подвергнутый жестокой расправе. Тогда он обернулся и увидел, что Тасельхоф указывает на деревья. И Танис тоже посмотрел на них, смутно понимая при этом, что Тасельхофу вроде бы не полагалось тут быть. Но вот появился стурм, пепельно-серый от ужаса, и Лорана, плачущий в отчаянии, и Флим, таращивший испуганные глаза. Танис обнял Лорану, и его руки явственно ощутили ее тело, хотя умом он понимал, что ее здесь не было, и эта мысль заново обдала его жутью. Но это было еще не все. Из рощи, схожей с узилищем мучимых душ, стали выбегать звери и набрасываться на спутников. И Танис выхватил меч, собираясь отбиваться, но клинок задрожал в его руке, а взгляд не мог вынести вида животных, изуродованных и словно вопокинутых на разных стадиях неупокоенной смерти в бесконечной агонии. А за ними, среди них, уже виднелись мириады эльфийских воинов. Жутко скалились безглазые черепа, беспощадно замахивались по эльфийски тонкокосные руки, лишенные плоти. В этих руках сверкали мечи, жаднопившие кровь. От прикосновения оружия призраки распадались и исчезали, но раны, нанесенные их мечами, оставались. Вот Карамон, схватившийся с волком, из тела которого росли шипящие змеи, вскинул глаза и увидел прямо перед собой мертвого воина-эльфа, замахивавшегося блестящим копьем. Карамон закричал, призывая брата на помощь. «Аст-Киранан-Кайр-Сот-Арн-Сух-Кали-Еваран!» — прозвучало заклинание Рейстлина. Огненный шар слетел с пальцев мага и ударил прямо в эльфа. И ничего не произошло. Копье, занесенное с нечеловеческой силой, пропороло доспехи Карамона, вошло в тело и пригвоздило богатыря к дереву. Воин-эльф рванул копье на себя, и Карамон осел наземь. Его кровь смешивалась с кровью, сочившейся из ствола. Рейстлин же с яростью, удививший его самого, выхватил из кожаных ножен, которые он скрытно носил на руке, серебряный кинжал и метнул его в эльфа. И тот исчез, растворившись в воздухе вместе с копьем. Но Карамон остался лежать на земле. Его руку соединял с телом лишь тонкий лоскут плоти. Золотая луна бросилась подле него на колени, пытаясь исцелить рану, но молитвы замирали у нее на губах. Ужас готов был поколебать ее веру. «Помоги уми, шакаль!» — взывала она. «Дай мне сил спасти друга!» И страшная рана все-таки затянулась. Кровь еще сочилась, стекая по руке Карамона, но смерть выпустила богатыря из когтей. Рейстлин тоже припал на колени подле брата и хотел что-то сказать ему, но неожиданно умолк на полусловие. Он смотрел мимо Карамона во тьму между деревьями и, судя по всему, не верил собственным глазам. «Ты!» — прошептал он наконец. «Кто там?» — слабым голосом спросил Карамон. Голос Рейстлина прерывался от ужаса и волнения. Великан тоже попытался вглядеться в зеленые сумерки, но ничего не увидел. «С кем это ты?» Рейстлин не ответил ему, занятый совсем другим разговором. «Мне нужна твоя помощь», — проговорил он сурово. «Как и раньше». И Карамон увидел, как его брат-близнец вытянул руку, словно над пропастью, и ужас охватил его, неведомо почему. «Не надо, Рейст!» — вскрикнул он, в отчаянии цепляясь за брата. Рейстлин опустил руку. «Наш договор остается в силе». «Что? Ты требуешь еще большего?» Рейстлин на мгновение умолк, потом вздохнул. «Что тебе нужно? Назови!» Он нестерпимо долго прислушивался к далекому голосу. Карамон, глядевший на него с любовью, беспокойством и мукой, увидел, как металлический желтый лицо брата покрыло смертельную бледность. Рейстлин закрыл глаза и сглотнул, словно в рот ему попал отвратительно горький травяной настой от кашля. Потом он склонил голову. «Я согласен». И Карамон закричал от ужаса, внезапно увидев, что одежды Рейстлина, алые одежды сторонника равновесия, потемнели, сделались малиновыми, потом кроваво-красными и, наконец, черными. «Я согласен», — повторил Рейстлин уже спокойнее. «Согласен при том условии, что изменение будущего станет возможно. Что мы должны для этого сделать?» Он снова прислушался. Карамон застанал, стискивая его руку. «Но как нам добраться до башни живыми?» — спросил Рейстлин своего невидимого наставника. И вновь весь обратился вслух, затем кивнул. «А мне будет дано то, в чем я нуждаюсь? Что ж, хорошо. И доброго пути тебе, если только он может быть добрым, твой темный путь». И Рейстлин, шелестя черными одеяниями, поднялся. И, пропустив мимо ушей схлипывания Карамона и полный ужасов скрик золотой луны, увидевший, что с ним сталось, маг пошел разыскивать Танниса. Пол-эльф прижимался спиной к дереву, отбиваясь от целого войска неупокоенных. Рейстлин невозмутимо сунул руку в кошель и вытащил клочок кроличьего меха и небольшую янтарную палочку. Потерев то и другое свою левую ладонь, он простер правую руку и проговорил. «Аст-Керанан-Каэр-Гадурм-Соторан-Сух-Кали-Еларан». Молнии сорвались с его пальцев и, пронесшись зеленоватым воздухе, поразили эльфийское войско. И на сей раз оно растаяло без следа. Обессиленный Таннис прислонился к дереву. Рейстлин вышел на середину поляны, окруженный скрюченными страдающими деревьями. «Все сюда!» — приказал он спутникам. Таннис помедлил. Призрачное воинство снова замаячило у края поляны. Мертвые готовы были напасть, но Рейстлин скинул руку, и они остановились с налета, ударившись в незримую стену. «Все сюда, ко мне!» — повторил маг. Изумление друзей не знало предела. Впервые со времени испытаний Рейстлин не шептал, а говорил нормальным голосом. «Поспешите!» — добавил он в виде их замешательства. «Они не нападут. Они боятся меня. Но я не могу удерживать их бесконечно». Таннис подошел к нему первым. Полуэльф был ранен в голову, кровь текла по лицу. Золотая луна помогла подняться Карамону. Богатырь с перекошенным от боли лицом сжимал больную руку здоровой. Постепенно по одному подошли и все остальные. Наконец, вне круга остался только стурм. «Я всегда знал, что этим все кончится», — выговорил он медленно. «Я скорее умру, чем воспользуюсь твоей защитой, Рейстлин». С этими словами рыцарь повернулся и зашагал в лес. Таннис видел, как предводитель неупокоенных повелительным жестом отправил следом за ним часть своего войска. Полуэльф бросился было на выручку друга, но был вынужден остановиться. Чья-то рука с удивительной силой стиснула его плечо. «Оставь его», — сурово промолвил маг. «Не то погибнем мы все. Я должен сообщить вам кое-что важное, а времени мало. Слушайте же, мы должны непременно провожить себе путь через этот лес к Звездной башне. Нам придется пройти путем смерти, ибо против нас ополчатся все чудовища, которых когда-либо порождали капризы спящего разума. Знаете, мы угодили в сон, кошмарный сон, приснившийся Лараку. А теперь с ним смешиваются и наши собственные кошмары. Знаете также, что мы увидим образы будущего, которые могут помочь нам, а могут и помешать. Помните, тела наши бодрствуют, а сознание спит. Так что смерть существует лишь в воображении, пока мы в нее не поверим». «Но почему мы не можем просто проснуться?» гневно спросил Таннис. «Потому что Ларак совершенно уверен, что его сон — это явь, а вы и сами толком не знаете, наяву это или во сне. Вот когда мы убедимся окончательно и бесповоротно, что это сон, тогда и проснемся». «Но если все так, — сказал Таннис, — и ты убежден, что это сон, почему ты-то не просыпаешься?» «Может быть, — улыбнулся Рейстлин, — я просто не хочу». «Не понимаю!» — выкрикнул Таннис в отчаянии. «Поймешь, — мрачно предрек маг. Или погибнешь, и в этом случае тебе будет уже все равно». Глава десятая. Сон наяву. Видение будущего. Не обращая внимания на полные ужаса взгляды друзей, Рейстлин подошел к брату. Тот стоял, сжимая кровоточащее плечо. «Я о нем позабочусь», — сказал Рейстлин золотой луне и рукой в черном рукаве обнял Карамона. «Не надо!» — просипел великан. «У тебя не хватит сил!» Он не договорил, с изумлением ощутив, что хилый маг легко его подпирает. «Теперь у меня хватит сил, Карамон», — мягко проговорил Рейстлин, но сама мягкость его голоса обдала Карамона дрожью. «Обопрись на меня, братец». И Карамон, измученный болью и страхом, впервые в жизни оперся на Рейстлина. Бок о бок они зашагали по жуткому искалеченному лесу. «Что происходит, Рейст?» — задыхаясь, с трудом выговорил Карамон. «Почему на тебе черные одежды? И твой голос?» «Не трать силы попусту, братец», — тихо посоветовал Рейстлин. Они все глубже удалялись в лес, и неупокоенные воины-эльфы с угрозой взирали на них из-за деревьев. Братья явственно видели, какой ненавистью, ненавистью мертвых к живым, мерцали их пустые глаза. Но к магу, облаченному в черное одеяние, не дерзнул приблизиться ни один. Карамон чувствовал, как между пальцами его здоровой руки капля за каплей сочится кровь, горячая и густая. Вместе с кровью постепенно уходит и жизнь. Карамон слабел с каждой каплей падавший на склизу и мертвые листья под ногами. Зато его собственная тень становилась все чернее и гуще, и, казалось, обретала собственную жизнь. Или это разыгралось воображение, подстегнутой лихорадкой от раны? Танис все-таки бросился на поиски Стурма. Не нашел его. Рыцарь отбивался от целой ватаги мерцающих призраков. «Это сон!» — крикнул Танис Стурму, яростно фехтовавшему с неупокоенными. Те, которых касался его, меч исчезали, но лишь для того, чтобы вновь возникнуть в другом месте. Полуэльф выхватил меч и бросился на помощь другу. «Чепуха!» — буркнул рыцарь. И тотчасахнул от боли. В руку ему воткнулась стрела. Рана благодаря кольчуге оказалась неглубока, но кровь так и хлынула. «Это, по-твоему, сон?» — сказал Стурм, выдергивая кровавленный наконечник. Танис прыгнул вперед, стараясь прикрыть Стурма и дать ему время остановить кровь. Рейстлин сказал нам, попробовал он объяснить, но Стурм не стал слушать. «Рейстлин! Ха! Да ты посмотри только на его одежды, Танис!» «Тогда скажи, откуда ты-то взялся здесь, в Сильванести?» — растерянно спросил Танис, и ему показалось, что спорил он с самим собой. «Тебя не было с нами!» «Эльхана сказала, что вы отправились к ледяной стене!» Рыцарь только пожал плечами. «Может быть, я был послан вам на помощь?» «Вот теперь это точно сон», — сказал себе Танис. «Сейчас я проснусь». Ничто не переменилось. Эльфы были по-прежнему перед ним, и ему по-прежнему приходилось сражаться. А что, если Стурм прав и Рейстлин им солгал? Он ведь солгал и тогда, когда они только собирались войти в этот лес. Но почему? С какой целью?» И внезапно Танис понял. «Око! Око дракона!» «Надо непременно попасть в башню прежде Рейстлина!» — крикнул он Стурму. «Я знаю, зачем охотится маг!» Рыцарь только кивнул. Ни на что большее у него не было ни времени, ни сил. Они рубились. Рубились за каждый дюйм, медленно продвигаясь вперед. Время от времени им удавалось потеснить неупокоенных, но те немедленно возвращались, и число их все возрастало. При этом Танис смутно сознавал, что время должно быть не стояло на месте, но долго или коротко все это длилось, ни малейшего понятия он не имел. В какой-то миг сквозь удушающую зеленоватую мглу пробились солнечные лучи и сразу же скрылись. Драконьи крылья ночи снова распростерлись над Сильванестией. Тьма уже сгущалась вновь, когда Стурм и Танис заметили башню. Ее беломраморные стены неясно мерцали посреди поляны. Башня смотрела в небо, точно костяной палец, воздетый к звездам из могилы. Завидев перед собой башню, они бегом бросились к ней. Оба были измотаны до предела, но ни тому, ни другому не хотелось оставаться в этих кошмарных лесах после наступления темноты. Неупокоенные воители, видя, что добыча готова была ускользнуть, с криками ярости устремились в погоню. Танис мчался вовсю прыть, и легкие казалось вот-вот разорвутся от боли. Стурм бежал впереди, рубя призраки, которые вставали у них на дороге, и пытались остановить их. У самой двери башни Танис почувствовал, как его ногу обвил древесный корень, высунувшийся из земли. Полуэльф со всего разбега растянулся на земле. Он отчаянно пытался освободиться, но корень держал мертвой хваткой. Какой-то эльфийский воин, лицо его было перекошено чудовищной гримасой, уже занес копье, намереваясь пригвоздить Таниса к земле. Однако копье неожиданно выпало из руки. Мерцающее тело пронзил неведомо откуда взявшийся меч. — Скрикнув, эльф исчез. Танис вывернул шею, силясь разглядеть своего спасителя. Над ним стоял незнакомый воин. Или все-таки знакомый. Вот он стащил с головы шлем. На Таниса смотрели карие глаза. Это был... Это была... — Китиара! — ахнул он потрясенно. — Ты здесь? Как? Почему? — Да вот прослышала, что ты тут пропадаешь. С обычной своей кривой и очаровательной улыбкой ответила Китиара. — И, похоже, я вовремя подоспела. Она дала ему руку, он ухватился за нее, чтобы подняться, и все сомнения в ее реальности покинули его. Рука была из плоти и крови. — А кто это там впереди? — спросила Китиара. — Неужели стурм? — Вот здорово. Прямо как в старые добрые времена. — Ну что, пошли в башню? И звонко расхохоталось в виде его изумления. Речной ветер в одиночку отбивался от полчищ неупокоенных эльфов. Он знал, что не продержится долго. Но потом прозвучал знакомый боевой клич. — Что это? Речной ветер вскинул глаза и увидел своих соплеменников Квешу. Он приветствовал их радостным криком. И к ужасу своему увидел, что они целятся из луков в него. — Нет! — крикнул он на языке Квешу. — Разве вы не узнаете меня? Это же я, Рич. В ответ запели тетивы, и он почувствовал, как в его тело входит стрела за стрелой. — Это ты принес голубой хрустальный жезу в нашу страну, — кричали его соплеменники. — Это ты виноват в том, что было сожжено наше селение. Это ты виноват! — Я не хотел, — прошептал он. — Я не хотел. Простите меня. Тика бешено размахивала мечом, прорубаясь сквозь мириады эльфийских воителей, когда они неожиданно начали превращаться в драконидов. Блестели красные змеиные глаза, длинные языки облизывали клинки мечей. Юная официантка похолодела от ужаса. Споткнувшись, она налетела на стурма. Раздраженно обернувшись, рыцарь велел ей убираться с дороги. Попятившись назад, она нечаянно толкнула Флинта. Рассерженный гном отпихнул ее прочь. Заливаясь слезами, сходя с ума от ужаса при виде драконидов, которые падали зарубленными, но тотчас скакивали, оживая, Тика утратила всякое самообладание и принялась полосовать мечом все движущееся. Она пришла в себя только при виде рейстена, стоявшего перед ней в своих черных одеждах. Маг молча указал вниз. У ног девушки, пронзенной ее мечом, лежал Флинт. — Это я завел их сюда, — думал Флинт. — Значит, мне и расхлебывать. Я самый старший, я уж их отсюда как-нибудь выведу. Поудобнее перехватив топорища секиры, гном выкрикнул боевой клич, вызывая на битву неупокоенных эльфов. Но те лишь засмеялись. Разъяренный Флинт бросился вперед и обнаружил, что окончательно охромел. Распухшие колени невыносимо болели, а узловатые пальцы дрожали так, что Флинт с трудом удерживал свой топор. Ему не хватало воздуху. И он понял, почему эльфы не нападали. Они попросту ждали, пока старость его доконает. Едва сообразив это, Флинт почувствовал, что мысли начинают путаться, а глаза утрачивают зоркость. Он ощупал карман и задумался. Куда же я мог сунуть проклятые очки? Потом перед ним возник кто-то знакомый. Но кто? Уж не тикали? Безобразие. Да где же, наконец, эти очки? Золотая луна бежала и бежала между скрюченными и скореженными деревьями. Она была совсем одна. Она заблудилась. Она тщетно пыталась отыскать друзей. Где-то далеко гремели мечи, и слышался голос речного ветра. Он звал ее. Но потом его голос оборвался, сменившись мучительным предсмертным хрипом. И она бросилась вперед, не разбирая дороги, не замечая колючих кустов, чьи шипы в кровь и задрали и руки, и ее, и лицо. И, наконец, она нашла речного ветра. Он неподвижно лежал на земле, пронзенный множеством стрел. Она узнала эти стрелы. Подбежав, она упала подли него на колени. «Мешакаль! О, Мешакаль! Помоги!» Никакого ответа. Лицо речного ветра оставалось пепельно-серым, краски жизни не спешили возвращаться к нему. Остановившиеся глаза неживым взглядом смотрели в зеленоватое небо. «Где же вы, боги? Почему вы молчите? Заклинаю вас, исцелите его!» Взывала золотая луна. И, наконец, все поняла. «Нет!» — закричала она. «Меня! Меня наказывайте!» «Это я сомневалась! Это я задавала вопросы! Но ведь я видела Тарсис! Я видела, как убивали детей! Боги, боги, как же вы допустили такое? Я пытаюсь веровать, но как же не усомниться, видя подобное? Наказывайте меня, не его!» Горько плача склонилась она над телом любимого мужа. Она не видела, как воины эльфа окружили ее. Завороженный жуткими чудесами, творившимися кругом, Тесельхов на минуточку сошел с тропы. Но, тем не менее, его друзья тотчас ухитрились потеряться. Зато неупокоенные не обращали на него никакого внимания. Их притягивал и питал страх, а Тасс не боялся. Почти целый день Кендер бродил по лесу, но затем вышел к дверям Звездной башни. И тут его беззаботной прогулки наступил внезапный конец. Друзья нашлись, по крайней мере, один. Тика прижималась спиной к запертой двери, не на жизнь, а на смерть сражаясь с полчищами каких-то уродливых, поистине кошмарных существ. Тасс понял, надо скорее открыть эту дверь, иначе ей не спастись. Маленький, Юркий, он легко проскользнул между сражавшимися и занялся замком. Тика беспорядочно размахивала мечом, удерживая эльфов на расстоянии. «Скорее, Тасс!» — крикнула она, лавя ртом в воздух. Замок оказался на удивлении прост. Настолько прост, что Тасс даже задумался, и зачем было вообще его устраивать. «Я сейчас, секундочку!» — бодр пообещал он. Но только взял в руки отмычку, как что-то наподдало ему сзади. «Эй, осторожнее!» — раздраженно бросил он через плечо. Потом обернулся, и в ужасе замер. Тика лежала на земле, ее рыжие кудри слиплись от крови. «Нет!» — разом потеряв голос, прошептал Кендер. «Только не Тика!» «А может быть, она просто ранена? Может быть, если удастся затащить ее в башню, кто-нибудь сумеет ей помочь?» У Тасса дрожали руки, перед глазами все плыло, слезы слепили его. «Надо спешить, спешить изо всех сил! Что же он не открывает, этот замок? Ведь он так прост!» В отчаянии Тасс дернул отмычку и почувствовал легкий укол в палец. Замок щелкнул, дверь башни начала медленно раскрываться, но Тассельхов видел только свой палец, на котором поблескивала крохотная капелька крови. Из замка торчала тонкая золотая иголочка. Простой замок. И в нем совсем простенькая ловушка, в которую он и попался. Уже чувствуя, как разливается пожилом смертоносный жар начавшего действовать яда, он посмотрел вниз и увидел, что опоздал. Тика была мертва. Рейстлин с братом благополучно пересекли лес. Карамон со все возраставшим изумлением следил за тем, с какой легкостью Рейстлин отгонял прочь нападавших на них злобные существа. Иногда он разил их удивительными, неслыханной силой заклятиями. В других случаях хватало простого напряжения и воли. С Карамоном Рейстлин был необыкновенно добр и заботлив. День угасал, и ослабевший великан все чаще останавливался передохнуть. К наступлению сумерек он едва переставлял ноги, тяжело опираясь на плечо брата. Силы покидали его. А вот Рейстлин, напротив, делался все сильнее. И вот, когда ночные тени милосердно прикончили жалкий зеленоватый свет дня, близнецы добрались до башни и остановились у ее подножия. Карамона лихорадила от боли. — Да, я присяду, Рейст, — проговорил он. — Передохну чуток. — Конечно, братец, присядь, — мягко отвечал Рейстлин. И бережно усадил Карамона у жемчужной стены башни. Потом отступил на шаг. Его блестящие глаза были холодны и спокойны. Он сказал. — Прощай, Карамон. Тот уставился на брата, не веря собственным ушам. В сторонке под деревьями стояли неупокоенные эльфы, следовавшие за близнецами неотлучно, хотя и на почтительном расстоянии. Поняв, что маг, сдерживавший их, собирался уйти, они придвинулись ближе. — Неужели ты бросишь меня здесь, Рейст? — медленно выговорил Карамон. — Я же не смогу драться. Я так ослаб. Я без тебя пропаду. — Вполне вероятно, братец, вполне вероятно, — ответил волшебник. — Но видишь ли, ты мне больше не нужен. Вся твоя сила во мне. И теперь я таков, каким должен был быть, не сыграй со мной злую шутку природы. Теперь я полноцененный полон. Карамон смотрел на него, силясь понять. Рейстлин повернулся и зашагал прочь. — Рейст! Исполненный муки крик Карамона заставил мага остановиться. Лица Рейстлина не было видно в потемках надвинутого капюшона, только блеск золотых глаз. — Понял теперь, каково быть беззащитным и слабым, — спросил он тихо. И пошел дальше, ко входной двери башни, где лежали в траве трупы Тики и Таса. Не останавливаясь, Рейстлин перешагнул через мертвого Кендера и исчез в темноте. Выскочив к башне, Стурм, Танис и Китиара увидели у ее подножия чье-то тело. Призрачные воины уже окружили упавшего и вопя замахивались ледяными клинками. У Таниса остановилось сердце. Он закричал. — Карамон! — Где его брат, хотел бы я знать, — сказал Стурм и покосился на Китиару. Похоже, бросил его умирать. Все вместе они бросились на помощь богатырю. Мечи Стурма и Китиары разогнали эльфов, а Танис склонился над израненным Карамоном. Умирающий великан поднял глаза. Он мало что видел сквозь кровавую пелену, но Таниса все же узнал. Собрав последние силы, захлебываясь кровью, он выговорил. — Присмотри за Рейстленом, Танис. Я ведь больше не смогу о нем позаботиться. Береги его. — Беречь его? — в ярости выкрикнул Танис. — После того, как он тебя здесь бросил? Карамон обмяк в его объятиях, устало закрывая глаза. — Нет, Танис, — прошептал он. — Это я велел ему уходить. И голова богатыря безжизненно упала на грудь. Ночной мрак сгустился окончательно, и эльфы почему-то исчезли. Китяра и Стурм стояли подле мертвого великана. — Ну, что я тебе говорил? — резко спросил Стурм. — Бедный Карамон, — прошептала Китяра, наклоняясь над телом. — Почему-то мне всегда казалось, что именно так все и кончится. Она помолчала немного, потом тихо добавила, размышляя вслух. — Значит, наш маленький Рейстлен и в самом деле обрел силу и могущество. — Ценой жизни брата, — сказал Танис. — Китяра мельком посмотрела на него, словно не в силах взять в толк, о чем это он. Потом пожала плечами. Она смотрела на окровавленного Карамона. — Бедный малыш, — сказала она негромко. Стурм прикрыл тело своим плащом, и все втроем они направились ко входу в башню. — Танис, смотри! — Стурм вытянул руку. — Ох, только не это, — простонал полуэльф. — Тасс! Ити-ка! Тело Кендера, искореженное предсмертными судорогами, скорчилось у самого порога. Рядом с ним лежала официантка, рыжие кудри запеклись кровью. Танис опустился на колени. Одна из сумочек Кендера раскрылась, ее содержимое раскатилось по полу. Танис заметил блеск золота и подобрал колечко эльфийской работы, сделанное в виде переплетенных листьев плюща. Слезы затуманили его взор. Он закрыл руками лицо. — Стурм взял друга за плечо. — Мы все равно ничем не поможем им, Танис. Надо идти, мы должны с этим покончить. И будь что будет, но Рейстин и я... — Нам это снится, — твердил про себя Танис. — Это всего лишь сон. — Нет, это Рейстин так говорил. А я видел, во что он превратился. — Сейчас я проснусь, — приказал он себе, напрягая всю силу воли, заставляя себя поверить, что это не наяву. Но когда он открыл глаза, перед ним по-прежнему был мертвый Кендер, распростертый на каменном полу. Стиснув кольцо в кулаке, Танис последовал за стурмом и китиарой, взадхлый, обросший слизью коридор. На мраморных стенах его в золотых рамах висели картины. Сквозь цветные витражи высоких окон вливался мертвенный свет. Когда-то здесь царствовала красота, но ее более не было и в помине. Изменились даже картины, теперь они изображали сцены чудовищных казней. Потом трое воителей заметили яркий зеленый свет впереди. Источник его находился в комнате на том конце коридора. И вместе со светом в лице им било зло, обдавая фальшивым чуждым теплом. «Похоже, средоточие зла именно там», — сказал Танис. Ярость наполнила его сердце. Ярость, горе и жажда отмщения. Он хотел бежать вперед, но зеленый воздух сгустился, не желая его пропускать. Каждый шаг давал с огромным усилием. Китиара, шедшая рядом с ним, пошатнулась, и Танис подхватил ее, хотя у самого только-только хватало сил двигаться. Лицо Китиары было залито потом, темные кудри прилипли к мокрому убу, а в глазах стоял страх. Танис впервые видел, чтобы она чего-то боялась. Стурм, отягощенный латами, тяжело дышал, пробиваясь вперед. Сперва им казалось, что они совершенно остановились. Но нет, дюйм за дюймом они все-таки приближались к источнику зеленого света. Свет резал глаза. Каждое движение давалось невероятным трудом. Они выбивались из сил, легкие горели, перенапряженные мышцы отказывались служить. Все, подумалось Танису, больше я не смогу сделать ни шагу. И тут знакомый голос окликнул его по имени. Подняв гудящую голову, он увидел перед собой Ларану, державшую в руках свой эльфийский меч. Зеленый свет, по-видимому, на нее не действовал. Она подбежала к Танису с радостным криком. «Танталас, ты жив! Я так ждала тебя!» И осеклась, заметив рядом с ним женщину, которую Танис обнимал за талию, помогая идти. «Кто?» — начала была Ларана. И вдруг, неведомо каким образом, поняла. Это была та самая женщина, Китиара, его человеческая возлюбленная. Ларана побледнела. Потом залилась краской. Ларана пробормотал Танис, охваченный смущением и стыдом. Как он ненавидел себя за то, что причинил ей боль. «Танис!» «Стурм!» Китиара вытянула руку вперед, и ужас, прозвучавший в ее голосе, заставил их вздрогнуть. Там, впереди, в залитом зеленым светом мраморном коридоре... «Дракус цар, одег хнях!» — нараспев произнес стурм по-саламнийски. Громадный зеленый дракон просовывал голову на гибкой шее под арку, заслоняя с собой свет. Имя его было Циан, кровавый губитель. Его считали одним из громаднейших драконов Кринна. Лишь величайший алый был крупнее его. Циан чуял сталь, человеческую плоть и эльфийскую кровь. Сверкающими глазами уставил сон на пришельцев. Они не могли сдвинуться с места. Скованные магическим ужасом, они были способны лишь стоять и смотреть, как рушились мраморные стены. Дракон крушил камень с такой легкостью, точно это была сохшаяся глина. Циан неотвратимо надвигался на них, разинув страшную пасть. Они были совершенно беспомощны перед ним. Освобевшие руки готовы были выронить оружие. Они готовились к смерти. Дракон был уже совсем рядом, когда из неприметной двери появилась темная фигура и остановилась перед ним. «Это ты, Рейстлин?» — сказал Стурм. «Во имя богов! Ты заплатишь за гибель брата!» И забыв о драконе, помни лишь безжизненное тело Карамона, рыцарь бросился вперед, занося меч. Но Рейстлин смотрел на него холодно и непреклонно. «Убей меня, рыцарь, и ты погубишь себя, да и всех остальных, ибо моя магия и только она поможет вам одолеть Циана по прозвищу Кровавый Губитель». «Остановись, Стурм!» Душу Танниса переполняло отвращение, но он знал, что маг был прав. Он чувствовал силу, исходившую от его черных одежд. «Нам нужна его помощь!» «Нет!» — покачал головой Стурм, пятясь прочь от подошедшего Рейстлина. «Я уже говорил тебе, полагаться на мага — это не для меня. Прощай, Таннис!» И прежде чем они успели остановить его, Стурм обошел Рейстлина и направился прямо к дракону. Громадная голова Циана раскачивалась на змеиной шее туда-сюда. Его забавлял и радовал этот вызов его могуществу. Самый первый с тех пор, как Циан покорил Сильванести. «Сделай же что-нибудь!» Таннис схватил Рейстлина за руку. «Он стоит между мной и драконом!» — отвечал тот. «Если я произнесу заклинание, оно уничтожит обоих!» «Стурм!» — закричал Таннис, и горестное эхо прокатилось по коридору. Рыцарь помедлил, прислушиваясь, но прислушивался он не к голосу полуэльфа. В ушах у него звучала песня боевой трубы, прозрачная и чистая, словно ветер, долетевший за снеженных гор его родины. Эта песня летела сквозь мрак, отчаяние и смерть, наполняя сердце пронзительным счастьем. И Стурм ответил на зов трубы радостным боевым кличем. Он высоко поднял отцовский меч, чей древний клинок был украшен изображениями зимородка и розы. Серебряный лунный свет пролился в разбитое окно, и меч вспыхнул, рассекая повисшую в воздухе тошнотворную зелень. Вновь пропела труба, и вновь Стурм ответил. Только на сей раз его голос дрогнул, ибо знакомая чистая мелодия вдруг сменилась хриплым зловещим ревом рогов. «Не может быть!» — сказал себе Стурм, идя навстречу дракону. «Неужели это были вражеские рога? Неужели меня заманили в ловушку?» И точно, из-за спины чудовища, хохоча над его простотой, выскакивали воины-дракониды. Стурм остановился и покрепче перехватил меч. Его руки вспотели так, что промокли перчатки. Дракон был громаден и непобедим. Окруженный бесчисленным войском, он смотрел на Стурма и кровожадно облизывался. У рыцаря свело судорогой мускулы живота. Все было кончено. В третий раз прокричал рог, зловеще и жутко. Все кончено. Все было в отще. Его ждало позорное поражение и смерть. С отчаянием и страхом он огляделся вокруг. «Где же Танис? Танис, вот кто помог бы ему!» Но полуэльфа нигде не было видно. «Моя честь есть моя жизнь», — начал он повторять рыцарский кодекс, но привычные слова вдруг показались ему бессмысленными и пустыми. И потом он ведь не был посвящен в рыцаре, так какое отношение к нему имел кодекс? Он посвятил свою жизнь ложным ценностям. Рука стурма, сжимавшая меч, дрогнула. Потом опустилась. Потом и вовсе разжалась, и меч упал на пол. Стурм упал на колени и заплакал, по-детски прикрывая руками голову. Ициан, кровавый губитель, оборвал его жизнь одним взмахом лапы, насадив тело рыцаря на сверкающий коготь. А потом брезгливо уронил его на пол, и визжащие дракониды толпой ринулись к еще содрогавшемуся телу, намереваясь изрубить его на мелкие части. Но между ними и поверженным рыцарем возникло сверкающее видение. Меч стурма подхватил маленький воитель, чьи доспехи серебрились в лунном луче. Лицом к лицу с драконидами стояла Лорана. По ее щекам текли слезы. «Прикоснитесь к нему», — сказала она, — «и умрете». «Лорана!» — закричал Танис и бросился к ней, но на него тотчас ринулись дракониды. Отчаянными ударами он прокладывал себе путь, пробиваясь к эльфийке. Но едва ему это удалось, как раздался крик Китиары. Она звала его, Танис обернулся и увидел, что ее теснят дракониды. Он промедлил всего лишь мгновение и увидел, как Лорана упала на тело стурма, пронзенная сразу несколькими мечами. «Нет!» — крикнул он. «Лорана!» «К ней! Скорее к ней!» Но тут опять послышался зов Китиары, и он остановился, хватаясь за голову. Сверкнули клинки, и вот уже больше не было Китиары. Полуэльф заплакал от горя и бешенства и понял, что сходит с ума. Скорее бы смерть. Может, хоть она прекратит эту пытку. Он бросился на дракона, занося волшебный меч Кит-Канана. В голове билась единственная мысль — убить и умереть самому. Рейстлин вырос между ним и Цианом, словно обелиск из черного камня, и Танис упал на пол, зная, что сейчас будет убит. Он крепко сжал в кулаке маленькое золотое колечко и приготовился к смерти. Но маг внезапно заговорил, произнося странные, дышащие силой слова, и в ответ раздался яростный рев дракона. Между ними начался поединок, но Танису уже не было дела. Крепко зажмурившись, он отрешился от всего — от смерти, от жизни. Лишь одно оставалось реальным — золотое колечко, стиснутое в кулаке. Танис вдруг необыкновенно отчетливо ощутил его прохладный твердый металл, переплетение крохотных листьев, больно врезавшихся в ладонь. Он еще сильнее сжал кулак. Кольцо впилось в тело. Боль. Настоящая боль. Так я все-таки сплю. Танис открыл глаза. Серебряный свет соленари заливал башню, смешиваясь с салым сиянием ланитари. Танис лежал на холодном мраморном полу, так крепко стиснув кулак, что боль вынудила его проснуться. Это боль. Кольцо. Сон. Разом все вспомнив, Танис вскинулся в ужасе, оглядываясь кругом. Зал был пуст, если не считать еще одного человека. У стены, надрываясь кашлем, полулежал Рейслин. Танис кое-как поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел к магу. Тот вытирал окровавленные губы, и кровь была алой, как лучи ланитари, как одежды, прикрывавшие тщедушное трясущееся тело. Сон. Танис разжал, наконец, кулак. Там ничего не было. Глава одиннадцатая. Пробуждение. Кошмар наяву. Полуэльф обвел взглядом коридор. Вокруг было пусто, как и в его ладони. Не было видно ни тел его друзей, ни дракона. Сквозь пролом в стене врывался порывистый ветер. Он шевелил алые одеяния Рейслина и гнал попу у опавшие листья осин. Танис подошел к магу. Того не держали ноги. Танис его подхватил. «Где все?» — спросил он, встряхивая Рейслина. «Лорана, Стурм, все остальные. А брат твой где? Они умерли? И дракон...» «Дракона здесь больше нет», — сказал Рейслин. Ока отослала его прочь, когда поняла, что ему со мной не совладать. Высвободившись из рук полуэльфа, маг тяжело привалился к мраморной стене. «Оно было бессильно против меня такого, каков я был там. А теперь со мной и ребенок справился бы», — добавил он с горечью. И пожал плечами. «Что же, до остальных... О чем я знаю? Тебя, полуэльф, спасла сила твоей любви. Меня — мое властолюбие. Вот почему мы сумели преодолеть кошмар и прорваться к реальности. Остальные же...» «Нет, ничего сказать не берусь». «Значит, Карамон тоже жив», — сказал Танис. «И тоже благодаря любви. И спуская последний вздох, он все-таки умолял меня тебя пощадить. Но скажи мне, маг, если мы, как ты утверждаешь, в самом деле видели будущее, неужели все случится именно так, и ничего нельзя изменить?» «Зачем спрашиваешь?» — проговорил Рейстлин устало. «Подумываешь меня прикончить? Прямо теперь?» «Не знаю», — тихо ответил Танис. В ушах у него звучали предсмертные слова Карамона. «Не знаю. Может быть». Рейстлин невесело усмехнулся. «Не трать силы попусту», — сказал он. «Каждый наш поступок, даже этот глупый разговор, изменяет будущее. Иначе мы оказались бы простыми пешками на игральной доске богов, а не их наследниками, как нам было обещано. Однако мы еще далеко не все сделали. Маг с усилием оттолкнулся от стены. Надо разыскать Ларака и Олка Дракона». Он пошел вперед по коридору, шаркая ногами от слабости и тяжело налегая на посох мага. Зеленого света больше не было. Огонек, горевший в хрустальном шарике на конце посоха, одиноко сиял во тьме. Зеленый свет. Танис стоял посреди коридора, пытаясь окончательно освободиться от сна и отделить его от реальности. Правду сказать, сон казался куда реальнее всего того, что он видел перед собою теперь. Взять хоть этот правом в стене. Ведь здесь только что был дракон. Или на самом деле его все-таки не было. А слепящий зеленый свет в том конце коридора. Теперь там было темно, к тому же стояла ночь, а они пустились в дорогу утром, да и лун тогда не было, а теперь они светили вовсю. Сколько же дней минуло? Сколько ночей? И в это время с другого конца коридора, со стороны входа, донесся знакомый бас. «Рейст!» Маг остановился. Потом сутулись медленно повернулся. «Братец!» прошептал он. Ибо в дверях темным силуэтом на фоне звездного неба стоял Карамон. Живой и, судя по всему, вполне здоровый. Стоял и смотрел на своего брата-близнеца. Потом Танис услышал, как маг негромко вздохнул. «Я устал, Карамон!» Рейстлин закашлялся и с трудом перевел дух. «А нам еще столько надо совершить, прежде чем кончится этот кошмар. Прежде чем зайдут три луны!» Рейстлин протянул тощую руку. «Помоги, брат!» Великан судорожно всхлипнул. И побежал к брату, только звякали она бедренник ножны меча. Вот он обнял Рейстлина, и маг оперся на его сильную руку. Вместе прошли они по зябкому коридору, и сквозь пролом в стене вступили в ту самую комнату, где Танис видела зеленый свет и дракона. Мучимый дурными предчувствиями, Танис направился следом за братьями. Это был главный зал Звездной башни, зал для торжественных приемов. Танис, с детства наслышанная его удивительной красоте, оглядывался с любопытством. Ведь башня Солнца в его родном коваленосте была выстроена по образу и подобию здешней. Две башни были очень похожи и не похожи. Одна была полна света, в другой властвовала тьма. Танис посмотрел вверх. В вышину над ним уходила мраморная спираль, мерцавшая мягким жемчужным сиянием. Башня Солнца вбирала в себя солнечные лучи, это же лунные. Ее окна были когда-то забраны прозрачными кристаллами, которые ловили и усиливали сияние двух лун, соленари и лунитари, заливая внутренний покой алым и серебряным светом. Но теперь кристаллы были разбиты, и лучи падали в пугающем беспорядке. Серебряные казались мертвенными, алые – зловеще кровавыми. Невольно содрогаясь, Танис попробовал рассмотреть купол. В кваленосте его украшала чудесная мозаика, запечатлевшая и солнце, и созвездия, и две луны. Здесь же? Здесь не было ничего. Просто отверстие, а за ним чернота. Беззвездная чернота. Не дать не взять, круглый черный диск парил в небесах. Танис не успел поразмыслить, к чему бы это. Негромкий голос Рейслина заставил его обернуться. Там, в потемках, сидел отец Эльханы, Ларак, эльфийский король. Просторный каменный трон был слишком широк для его изможденного тела. Сам же трон, затейливый украшенный резными фигурками птиц и зверей, был когда-то великолепен. Теперь вместо головок животных скалились мертвые черепа. Ларак сидел неподвижно, запрокинув голову и раскрыв рот в немом отчаянном вопле. Рука его покоилась на поверхности большого хрустального шара. «Он жив?» — с ужасом спросил Танис. «Да», — ответил Рейслин. «Жив, себе на горе». «Но что с ним?» «Кошмар стал для него явью», — ответил Рейслин, указывая на шар, на котором лежала рука Ларака. «Видишь? Вот это и есть Ока». Он хотел подчинить его своей воле, но не совладал, и оно само его подчинило. Ока призвала Циана Кровавого Губителя охранять Сильванести, а тот вместо защиты решил уничтожить его и принялся нашептывать Лараку этот кошмар. И Ларак так поверил ему и вдобавок до того переживал за свою страну, что сон стал реальностью. В его-то сон мы и угодили, когда перебрались через реку. В его и в свой собственный. Потому что, вступив в пределы Сильванести, мы тоже оказались во власти дракона. «Так ты знал, на что мы идем!» С Верепея Таннис схватил мага за плечо и заставил повернуться к себе лицом. «Ты еще там, на берегу, знал, что нас здесь ожидало!» «Таннис!» Карамон заставил полуэльфа убрать руку. В голосе богатыря прозвучало предупреждение. «Не тронь его!» «Может быть, и знал». Рейслин потирал плечо. Глаза его сузились. «А может быть, и не знал. Я не собираюсь перед тобой отчитываться ни в своих знаниях, ни в том, откуда я их черпаю». Ответить Таннис не успел. Его слуха достиг стон, прозвучавший где-то у подножия трона. Бросив на Рейслина яростный взгляд, он пошел в темноту, держа меч наготове. «Эльхана!» Молодая эльфийка стояла на коленях перед неподвижным отцом, обнимая его ноги и горько стяная. Она не заметила подошедшего Танниса. «Эльхана!» окликнул он. Она подняла голову, но не узнала его. «Эльхана!» повторил он. Девушка содрогнулась всем телом, и вдруг судорожно схватилась за его руку. «Полуэльф!» выдохнула она. «Как ты попала сюда?» спросил он. «Что с тобой было?» «Я слышала, как маг объяснял, что все это сон», дрожа отвечала Эльхана. «И я...» «Я так и не позволила себе поддаться этому сну. Я бодрствовал, но ужас оказался явью. Моя чудесная страна во власти кошмара!» Она закрыла лицо руками. Таннис опустился рядом с ней на колени и обнял ее. «Я стала пробираться сюда», — продолжала она. «Я шла долго, много дней, сквозь ужас. Она крепко держалась за Танниса. Дракон схватил меня, когда я вошла в башню. Он притащил меня сюда, к отцу. Он пытался заставить Лараку убить меня, но даже и в страшном сне мой отец помыслить не мог о подобном. И тогда Циан стал терзать его, насылая видение, видение того, что он собирался сделать со мной. «И ты...» «Ты тоже видела это?» прошептал Таннис, бережно гладя ее роскошные темные волосы. Эльхана ответила не сразу. «Для меня это не было так уж мучительно», — сказала она наконец. «Я ведь знала, что это всего лишь сон. Но для моего несчастного отца видения были реальностью». Она заплакала. «Уведи Эльхану в какую-нибудь комнату, где она сможет прилечь», — кивнул Полуэльф Карамону. «А мы попробуем помочь ее отцу». «Не беспокойся обо мне, братец», — сказал Рейстин, заметив озабоченный взгляд Карамона. «Делай, как велит Таннис». «Иди, Эльхана». Таннис помог ей подняться. Измученная, она едва держалась на ногах. «Есть здесь где-нибудь место, где ты можешь отдохнуть? Силы тебе еще пригодятся». Она начала было спорить, но вскоре поняла, что он был прав. «Проводи меня в комнату отца», — сказала она Карамону. «Я покажу, где». И великан, поддерживая девушку, вместе с нею вышел из комнаты. Тогда Таннис снова повернулся к Вараку. Перед эльфийским королем, что-то бормоча про себя, стоял Рейстин. «Что с ним?» — негромко спросил Полуэльф. «Он умер?» «Что?» — Рейстин даже вздрогнул. Потом увидел, что Таннис смотрел на Варака. «А, ты о нем?» «Нет, не думаю. Он не умер. Покамест». Таннис понял, что все внимание мага было поглощено оком. «Око все еще держит его?» — спросил он беспокойно. Он тоже не в силах был отвести глаз от предмета, ради которого им столько пришлось претерпеть. Око дракона представляло собой внушительный, не менее двух футов в поперечнике, хрустальный шар. Оно покоилось на золотой подставке, прихотливые извивы которой, казалось, отражали истерзанное кошмаром бытие Сильванести. Слепящего зеленого света, источником которого недавно служила око, теперь не было и в помине. Лишь слабый радужный отблеск пульсировал и трепетал в его глубине. Руки Рейстин так и тянулись к шару, но Таннис заметил, что маг тщательно избегал прикосновения. Вот он принялся оплести паутину колдовских слов, и око окуталось едва заметным красноватым сиянием. Таннис на всякий случай попятился. — Не бойся, — прошептал Рейстин, следя за тем, как угасали красноватые отблески. — Это мое заклинание. Между прочим, магия око все еще действует. Я полагал, что она может иссякнуть с уходом дракона, но этого не случилось. Око еще держит. — Ларака? — Нет себя самого. Ларака она отпустила. — Это ты заставил его? — спросил Таннис. — Ты победил его? — Око не побеждено, — ответил Рейстин резко. Я сумел приструнить только дракона, да и то мне понадобилась помощь. Когда око поняло, что Циан Кровавый Губитель мне не ровня, оно отослало его. Ларака же оно отпустило, потому что больше не может его использовать. Но оно все еще могущественно, очень могущественно. — Скажи, Рейстин, — мне нечего больше сказать, Таннис. Молодой маг закашлялся. — Мне тоже надо поберечь силы. Танниса, однако, буквально распирали вопросы. Откуда пришла помощь, о которой упомянул Рейстин? И что еще было ему известно о глазах дракона? Полуэльф открыл бы ворот, но посмотрел в золотые глаза Рейстина и промолчал. — Теперь мы можем освободить Ларака, — добавил тот. Подойдя к эльфийскому королю, он осторожно снял его руку с поверхности шара. Потом длинные тонкие пальцы мага ощупали шею страдальца, ища биение и жизни. — Он жив, — сказал Рейстин, — пока, по крайней мере. Сердце бьется, хотя и слабо. Подойди, если хочешь. Но Таннис, завороженный видом ока, подойти не решился. Это позабавило Рейстина. Он поманил полуэльфа рукой, и тот, сделав над собой усилие, приблизился. — Скажи мне только одно, — проговорил он, — может ли ока еще быть нам полезна? Рейстин долго не произносил ни слова. Потом еле слышно ответил. — Да, если мы осмелимся. В это время Ларак содрогнулся, втянул в себя воздух и закричал. Тонкий, воющий крик был ужасен. Руки, костлявые руки живого скелета, судорожно царапали воздух. Он не открывал глаз. Таннис попытался его успокоить, но безуспешно. Ларак кричал, пока в легких не кончился воздух, а затем продолжал кричать беззвучно. — Отец! — услышали они голос Ильханы. Она вновь появилась в дверях зала и, оттолкнув Карамона, бросилась к Вараку. Подбежав, она схватила его из худавой руки и, целуя их, с плачем стала умолять его. — Отдохни, отец! — повторяла она снова и снова. — Кошмар кончился, дракона больше нет! — Усни, отец! Но он кричал и кричал. — Во имя богов! — сказал подошедший Карамон. Он был бледен. — Эк его! — Отец! Отец! — молила Ильхана. И постепенно любимый голос дочери пробился сквозь пелену колдовских снов, все еще туманивших разум Варака. Мало-помалу его крики сменились с хлипыванием, исполненным ужаса. И вот, наконец, как бы страшась того, что могло предстать его взгляду, он приподнял веки. — Ильхана, дитя мое! Ты жива! Он протянул трясущуюся руку и коснулся ее щеки. — Не может быть! Я видел, как ты умирала. Ты умирала передо мной сотни раз, и с каждым разом все мучительнее и страшнее. Он убивал тебя, Ильхана. Он хотел, чтобы я тебя убил. Но я не мог. Не мог, хотя мне приходилось убивать. Тут он заметил Танниса, и глаза его широко распахнулись, вспыхнув ненавистью. — Ты! — зарычал Варак и с трудом приподнялся, опираясь узловатыми руками орезные подлокотники трона. — Ты! Полуэльф! — Я убил тебя! Или, по крайней мере, пытался. Я должен был защитить Сильванести. Я убил тебя! И тех, что пришли с тобой! Взгляд его переметнулся на Рейслина, и ненависть уступила место страху. Он отшатнулся от мага. — А тебя я убить никак не мог. Ненависть и страх сменились полной растерянностью. — Нет, ты не тот. Твои одежды не черны, как у него. — Кто ты такой? И он снова повернулся к Таннису. — А ты кто? — Так ты пришел не со злом. — О, что же я наделал! И он застонал. — Не надо, отец! — умоляюще проговорила Эльхана, гладя его по щеке. — Отдохни. Кошмар кончился. Наша страна спасена. Могучие руки Карамона легко подняли Ларака. Богатырь понес эльфийского короля в его покое, и Эльхана пошла рядом, не выпуская руки отца. — Да уж, спасена, — подумал Таннис, глядя в окошко на изуродованные деревья. — Ничего себе спасена. Неупокоенные эльфийские воители более не бродили по лесу, но образы, созданные помраченным сознанием Ларака, и не думали исчезать. Деревья по-прежнему корчились в муках, роняя кровавые слезы. — Кто же захочет теперь жить здесь? — горестно спросил себя Таннис. — Эльфы сюда не вернутся. Скорее всего, в несчастных лесах заведется какое-нибудь зло, и страшный сон Ларака в самом деле станет реальностью. Задумавшись о лесе с его ужасами, Таннис внезапно вспомнил о своих спутниках. Где они? Что с ними? Что, если они, как предостерегал Рейслин, поверили в сон? Неужели они действительно умерли? Сердце полуэльфа упало. Он знал, что ему предстояло вновь идти в обезумевший лес, на поиски. Он попытался принудить измотанное тело слушаться, но тут в тронный зал стали входить его друзья. — Я убила его! — заметив Танниса, в голос заплакала Тика. В глазах девушки стояло горе и ужас. — Нет, не прикасайся ко мне, Таннис. Ты не знаешь, что я натворила. Я убила Флинта. Но я не хотела, Таннис. Честное слово, я не хотела. В это время вернулся Карамон, и Тика, рыдая, повернулась к нему. — Я убила Флинта. Не подходи ко мне, Карамон. Ну-ну, тихо. Карамон бережно прижал девушку к широченной груди. — Это был сон, Тика. Рейс нам все объяснил. Гнома там и не было. Ну-ну, маленькая. Он стал гладить рыжие кудри, потом поцеловал ее. Они прижимались друг к другу, ища утешения и тепла. Судорожные рыдания Тики постепенно затихли. — Друг мой, — сказала золотая луна, заключая Танниса в объятия. Полуэльф крепко обнял ее в ответ. На лице ее лежала печать тяжкого переживания, и Таннис бросил вопрошающий взгляд на речного ветра. Что приснилось этим двоим? Но варвар лишь покачал головой в ответ. Как и жена, он был бледен и горестно задумчив. Сообразив, что каждый прожил во сне нечто предназначенное только ему, Таннис неожиданно вспомнил о Китиаре. Сколь реально было ее присутствие. И Лорана, ее гибель. Таннис закрыл глаза и прижался щекой к щеке золотой луны. Сильные руки речного ветра обняли их обоих. Таннис почувствовал, как нисходит на него благословение их любви. Пережитый кошмар начал меркнуть, медленно отступая. Но почти сразу Таннис снова вздрогнул от ужаса. Сон Лорака стал явью. А их сны. Рейслин, стоявший около трона, закашлялся и, держась за грудь, без сил паник на каменные ступени. Карамон, все еще обнимавший Тику, обеспокоенно посмотрел на брата. Но Рейслин не обратился к нему. Поплотнее запахнув одеяние, маг в полном изнеможении растянулся на холодном полу и закрыл глаза. Карамон вздохнул и еще крепче прижал к себе Тику. В разбитые окна вливались лучи алый и серебряный лун. Тени воина и девушки слились в одну. «Нам всем нужно выспаться», — подумал Таннис. Ему самому точно песку насыпали в глаза. «Но как уснуть? Как мы вообще сможем после этого спать?» Глава двенадцатая. И мне тоже приснилось. Кончина Лорака. И все-таки, наконец, они сумели забыться сном. Там же, на полу главного зала Звездной башни, как можно теснее прижавшись друг к дружке. Они уснули. А вот другие, наоборот, пробудились. В чужедальних, холодных, неприветливых землях далеко от Сильванысти. Вначале, вскрикнув, проснулась Лорана. В первый миг она не могла понять, что с ней такое и где это она. Потом выговорила всего одно слово. «Сильванысти!» После нее, дрожа всем телом, проснулся Флинт. И с удивлением обнаружил, что пальцы его не потеряли способности двигаться, да и ноги болели не сильнее обычного. Стурм проснулся от ужаса. Какое-то время он просто лежал, скорчившись под одеялом, и содрогался, не в силах перевести дух. Но вот за матерчатой стенкой палатки послышался какой-то звук, и Стурм, приподнявшись и держа меч на готове, прокрался вперед, чтобы резким движением откинуть входную занавеску. «Ой!» — ахнула Лорана при виде его осунувшегося лица. «Прости, я не хотел», — начал извиняться Стурм, приписав ее испуг своему неожиданному появлению. Но потом заметил, что девушку била крупная дрожь, она с трудом удерживала в руке зажженную свечу. «Что случилось?» — встревоженно спросил рыцарь, жестом приглашая эльфийку внутрь палатки. «Не мерзнуть же?» «Я... Наверное, это выглядит глупо», — покраснела Лорана. «Просто мне приснился до того страшный сон, что я проснулась и не могу больше спать». Она забралась к нему в палатку, и по стенам заметались, запрыгали тени. Стурм взял у нее свечу, чтобы она ее чего доброго не уронила. «Прости, если я тебя разбудила», — продолжала Лорана. «Мне померечился твой голос, а сон... Все было как наяву. И ты там был. Я тебя видела». «Как выглядит Сильванести?» — неожиданно спросил Стурм. Лорана смотрела на него во все глаза. «Но ведь как раз там я и видела всех нас во сне. Откуда... Почему ты спросил? Или... Или тебе тоже снилось, Сильванести?» Стурм завернулся в плащ и кивнул. «Я...» — начал он. Новый звук, раздавшийся извне, отвлек его. На сей раз рыцарь попросту отдернул входную занавеску и устало сказал. «Входи, Флинт». Тяжело ступая, гном вошел внутрь и залился краской от смущения, обнаружив в палатке Лорану. Он переминался и пыхтел, пока девушка не улыбнулась ему. «Мы все уже знаем, Флинт. Тебе что-то приснилось. Сильванести, наверное». Флинт прокашлялся и утер ладонью лицо. «И похоже, не мне одному», — сказал он, пристально вглядываясь в их лица из-под седых кустистых бровей. «Полагаю, так же вы хотите, чтобы я рассказал вам свой сон». «Нет», — побледнев, торопливо отказался Стурм. «Я совсем не хочу об этом говорить. Ни сейчас, ни потом». «И я», — тихо добавил Лорана. Флинт нерешительно погладил ее плечо. «Вот и хорошо», — пробурчал он. «Мне тоже не больно-то хочется. Я только хотел удостовериться, что это в самом деле был сон. Все было до того реально, что я уж боялся, как бы вы оба не...» Гном замолчал. Снаружи что-то зашуршало, и между входными занавесками просунулась возбужденная физиономия Тассельхофа. «Вы тут что, не как сны обсуждаете? Мне-то, знаете ли, сны не снятся, то есть снятся, наверное, просто я их не помню. Уж такие мы кендеры. Нет, наверное, нам вообще-то снятся сны, ведь даже зверям...» Тасс перехватил взгляд Флинта и торопливо вернулся к первоначальной теме. «Так вот, нынче мне приснилось такое. Деревья, плачущие кровавыми слезами. Какие-то жуткие мертвые эльфы, которые разгуливали полюс и убивали кого ни попадя. Рейстлин в черных одеждах. Представляете, а? И вы там были. Ты, Стурм, и ты, Лорана, и ты, Флинт. И все померли. Ну, то есть почти все. Рейстлин, например, остался. А еще там был зеленый дракон». Тассельхоф растерянно замолчал, не понимая, что такое происходило с его друзьями. Почему они были смертельно бледны и смотрели на него неестественно расширенными глазами. «Дракон», — повторил он, запинаясь. «Зеленый. И Рейстлин в черных. Или я уже говорил. Правда, они ему были очень к лицу. А то в красных он выглядит каким-то желтушным». «Ладно, пойду-ка я прилягу, а то вам, по-моему, не особенно интересно». Он с надеждой обвел их глазами, но ответа не получил. «Ну, спокойной ночи», — пробормотал Кендер. Задом наперед выпал слон из палатки и отправился к себе, озадаченно пожимая плечами. «И что такое с ними стряслось? Ведь это был всего только сон». В палатке Стурма долгое время царила тишина. Потом Флинт вздохнул и мрачно проговорил. «Вообще-то я не против кошмаров. Но чтобы делить их с Кендером, и вы мне еще вот что скажите. Как по-вашему вышло, что всем нам приснился один и тот же сон? И что бы все это значило?» «Странный это край Сильванести», — тихо отозлалась Варана. Забрав свою свечу, она поднялась, собираясь уйти, но обернулась. «Как вы думаете, — сказала она, — неужели все это было на самом деле? Неужели все было вправду так, как мы видели, и они погибли?» «И Танис действительно был с той женщиной», — добавила она про себя. Но вслух, понятно, ничего не сказала. «Что до нас, — сказал Стурм, — то мы здесь, и мы живы. Так что остается только надеяться, что и другие...» Он помолчал и проговорил. «Наверное, это смешно, но я... я каким-то образом знаю, что с ними все в порядке». Варана внимательно присмотрелась к нему. Первоначальные потрясения и ужас постепенно уходили с его лица, сменяясь успокоением. Варана и сама почувствовала себя гораздо спокойнее. Она взяла крепкую жилистую ладонь рыцаря и молча сжала ее. Потом вышла наружу, под звезды. За нею поднялся и гном. «Поспать уже не удастся, так хоть посторожу». «Я с тобой», — сказал Стурм, поднимаясь и застегивая пояс с мечом. «Наверное», — сказал Флинт, — «мы так никогда не узнаем, с какой стати нам всем приснился один и тот же сон». «Похоже на то», — согласился Стурм. Гном вышел из палатки. Стурм шагнул следом, но остановился, заметив на полу какую-то искорку. Решив, что это был кусочек фитилька со свечки Вараны, рыцарь наклонился его погасить. Искорка, однако, оказалась той самой бриллиантовой брошью, что подарила ему Эльхана. Она каким-то образом выскользнула из его поясного кармашка и лежала на земле. Рыцарь поднял ее и заметил, что она мерцала внутренним светом. Раньше он почему-то этого не замечал. «Похоже на то», — задумчиво повторил Стурм, — «так и это квертя брошь на ладони». Впервые после множества долгих жутких месяцев тьмы на Цильванести занялся рассвет. Но увидел его в окно своей спальни один только ворак. Остальные, смертельно уставшие, крепко спали. Эльхана весь остаток ночи не покидала отца. Но, наконец, и ее оставили силы. Она так и заснула, сидя в кресле. Ворак видел, как играли на ее щеках бледные от цветы зари. Длинные темные волосы, упавшие на лицо, казались тонкими трещинками в белом мраморе. Лицо Эльханы было в царапинах, оставленных острыми шипами кустов. Там и сям запеклась кровь. Дочь ворака была прекрасна, но красоту ее чуть-чуть портила надменность. По истине она воплощала в себе все черты своего племени. Отвернувшись, ворак посмотрел наружу, на Сильванести. Это не принесло ему утешения. Тошнотворный зеленый туман по-прежнему висел над страной. Не дать не взять, сама земля дышала гнилостными испарениями. «Это я всему виной», — сказал он себе, обводя глазами искалеченные, скорчившиеся в муках деревья и жалких зверей, бродивших в поисках милосердного конца. Четыреста лет прожил ворак в этом краю, любовно следя за тем, как все крашецвел Сильванести в искусных руках его народа и его собственных. Случались, конечно, и беды. Ворак был одним из немногих еще живых обитателей Крин, напомнивших катаклизм. Впрочем, эльфы Сильванести, к тому времени уже давно чуждавшиеся других рас, пережили его олегчем многих. Они-то хорошо знали, почему древние боги покинули Крин. От них не укрылось зло, источником которого был людской род. Оставалось, правда, загадкой, почему вымерло и эльфийское священство. Знали здешние эльфы о страданиях, которые претерпели после катаклизма их братья, жившие в Кваленесте. Они узнавали об этом из щебета птиц, из песен ветров и иными таинственными путями. С горечью внимали они историем убийств и насилий. Но спрашивается, чего еще можно было ждать, живя среди людей. И эльфы Сильванести окончательно затворились в своих лесах, перестав обращать внимание на окружающий мир. А до того, что и окружающий мир от них отвернулся, им попросту не было дела. Потому-то король Ларак ничего и не понял, когда с севера надвинулось новое, доселе невиданное зло и стало угрожать его родине. Кому могла помешать Сильванести? Он лично встречался с повелителями драконов и объяснял им, что его народ вовсе не собирается вступать с ними в борьбу. Они, эльфы, полагали, что все сущее на Кринне имело право жить на свой собственный манер, и доброе, и злое. Он говорил, повелители слушали, и поначалу казалось, все шло хорошо. Но потом наступил день, когда Ларак понял, что его обманули. День, когда крылья драконов заслонили солнце над Сильванести. Нет, враги отнюдь не застали эльфов врасплох. Ларак прожил слишком долгую жизнь, чтобы не предвидеть подобные возможности. Уже были приготовлены корабли, способные переправить его народ в безопасное место. И Ларак отослал всех, поставив во главе исхода свою дочь Эльхану. А сам, оставшись в одиночестве, отправился в подземелье Звездной Башни, туда, где он тайно хранил Око Дракона. О существовании Око знали только они с дочерью, да еще давным-давно сгинувшие эльфийские жрецы. Весь остальной мир полагал, что Око погибло в катаклизме. Много дней провел подле него Ларак, вглядываясь в его глубину, вспоминая предостережение верховных магов, вызывая в памяти все когда-либо слышенное о глазах драконов. И, наконец, решился сделать попытку подчинить его себе и с его помощью отстоять Сильванести. Хоть и вполне отдавал себе отчет, что понятия не имеет, как это следует делать. Он явственно помнил Око. Помнил, как пульсировал и метался в нем, усиливаясь на глазах, завораживающий зеленый огонь. Ларак помнил, как возложил руку на светящийся шар и почти сразу же понял, что совершил чудовищную ошибку. У него не достало ни сил, ни присутствия духа, чтобы совладать с магической энергией, ринувшейся навстречу. Но было уже поздно. Око полностью подчинило его и держало крепко. Да еще и напоминало время от времени. Ты спишь, Ларак? Ты спишь и сам это знаешь. Но освободиться не можешь. И это было самым отвратительным из всего. И самым страшным. А вот теперь оказалось, что его кошмар обрел плоть и сделался явью. Ларак опустил голову. Слезы потекли из-под его зажмуренных век. На его плечи легли нежные руки. Я не могу, когда ты плачешь, отец. Ну, пожалуйста, отойди от окна. Ляг в постель. Наша страна снова станет прекрасной. И ты первый поможешь ей вновь обрести красоту. Но и сама Эльхана не могла смотреть в окошко без содрогания. Ларак ощутил ее дрожь и невесело улыбнулся. Вернется ли сюда наш народ, Эльхана? Он упрямо смотрел и смотрел на позеленевшие, разлагающиеся останки того, что было когда-то трепещущей зеленью жизни. — Конечно, он вернется, — быстро ответила Эльхана. Ларак ласково потрепал ее по руке. С каких это пор доченька эльфы стали говорить друг другу неправду? — Я вот думаю, а не случилось ли так, что мы всегда лгали самим себе? — пробормотала Эльхана, вспомнив слышанное в дороге от Золотой Луны. — Древние боги вовсе не покидали Кринный отец, — продолжала она. — С нами путешествовала жрица Мишакаль, богиня-целительница. Она рассказывала нам о том, что ей удалось постичь. И мне... Мне не хотелось верить, отец. Меня мучила ревность. Она всего лишь человек, — говорила я себе. Она из дикого племени варваров. С какой бы стати богам посылать светочнодежды именно людям? Но теперь я вижу их мудрость. Боги даровали откровения людям, потому что мы, эльфы, не пожелали бы его принять. Будем же надеяться, что горе и тяжкая жизнь на опустошенной родине научат наш народ тому же, что поняли мы с тобой. Эльфы более не могут жить в этом мире, наглухо отгородившись от всех. И возродить они должны будут не только свою страну, но и все земли, разоренные нашествием зла. Варак внимательно слушал. Впервые забыв об изуродованном пейзаже за окном, он вглядывался в лицо дочери, бледной, но сиявшей, подобно серебряной луне. Потом протянул руку и коснулся ее. «Так ты приведешь их назад, наш народ?» «Да, отец», — поклялась она, взяв его холодную бесплотную руку в свои и крепко сжав. «Мы будем трудиться и покаянно молить богов о прощении. Мы пойдем к другим народам Кринна и...» Слезы душили эльхану. Она поняла, что Варак более не слышал ее. Его глаза потускнели, голова начала запрокидываться. «Отдаю себя нашей стране», — прошептал он. «Похорони мое тело в этой земле, доченька. Жизнь моя навлекла на нее проклятие. Может, хоть смерть принесет благословение». Пальцы Варака выскользнули из ладони эльханы. Безжизненные глаза все еще смотрели на несчастную Сильванести. Однако выражение ужаса пропало с его лица. Но Варака наконец-то снизошел мир. И эльхана не могла оскорбеть о его кончине. Наступил вечер. Друзья готовились покинуть Сильванести. Зная, что земли, по которым им предстояло путешествовать, находились под властью драконидов, они хотели уйти как можно дальше под покровом ночной темноты. Вдобавок ко всему, у них не было карт, лишь древние чертежи, которым они после истории с бывшим морским портом Тарсисом доверять более не решались. А тем картам, что нашлись в Сильванести, были от роду тысячи лет. И друзья предпочли путешествовать на север вслепую, надеясь по возможности разыскать какую-нибудь действующую гавань, откуда можно будет переправиться на Сан-Крист. Идти они собирались быстро, а следовательно налегке. Правду сказать, им особо и нечего было нести. Уходя, эльфы не оставили в покинутом доме ни пищи, ни каких-либо припасов. Один только маг уносил с собой добычу, око дракона. Танис поначалу пришел в совершенное отчаяние, пытаясь сообразить, как это они понесут двухфутовый хрустальный шар, столь же хрупкий, сколь и тяжелый. Но накануне их отбытия к Рейстлену подошла Эльхана. Она держала в руках небольшой мешочек. «В этом мешочке хранил око мой покойный отец», — сказала она. «Мне и само это кажется удивительным, ведь оно такое большое. Но он говорил, что мешочек был ему дан в башне высшего волшебства. Может быть, и ты сумеешь им воспользоваться?» Молодой маг с готовностью протянул за ним тощую руку. «Джистарх-тагапар айрмэр-паранкини», — пробормотал он. К его полному удовлетворению ничем внешне непримечательный мешочек засиял бледно-розовым светом. «Да, он заколдован», — прошептал Рейстлен. И поднял глаза на Карамона. «Поди, принеси око». Карамон в ужасе вытаращил глаза. «Да ни за какие коврижки!» И крепко выругался. «Принеси око», — вновь приказал Рейстлен, гневно глядя на брата. Но тот покачал головой. «Какой же ты глупец, Карамон», — бросил маг раздраженно. «Знай, что око не может причинить зла тому, кто не пытается им завладеть. Уж поверь, братец, ты не подчинил бы своей воле и таракана. Куда там око-дракона?» «Оно обманет меня», — не сдавался Карамон. «Тебя? Ему нужны только те, у кого...» Рейстлен остановился, не договорив. «У кого что?» — негромко сказал Танис. «Каких людей оно ищет?» «С мозгами в голове», — огрызнулся Рейстлен. «И потому я уверен, что ни одному из вас не грозит ни малейшая опасность. Давай, Карамон, неси сюда око. Или, может быть, ты сам его потащишь? Или ты, полуэльф? Или ты, жрица-мешакаль?» Карамон страдальчески покосился на Таниса, и полуэльф неожиданно понял, что великану требовалось его, Таниса, одобрение. Очень странно. Обычно Карамон слушался Рейстлена беспрекословно. Не он один заметил безмолвный призыв Карамона. Глаза Рейстлена сверкнули яростью. И Танис с особенной остротой осознал, что не доверяет, не может доверять магу и его странной все возрастающей силе. «Я непоследователен», — сказал он себе. «Это лишь реакция на тот сон, и не более. Как бы то ни было, решать, что делать соком, предстояло ему. И, увы, выбора у него не было. Он нехотя проговорил. Рейстлин — единственный среди нас, у кого достаточно знаний и умения, и чего уж там храбрости, чтобы справиться с этой штуковиной. А значит, пускай он ее и забирает. Или кто-нибудь из вас хочет попробовать?» Никто ему не ответил, лишь речной ветер мрачно нахмурился и покачал головой. Танис знал, что варвар, будь у него такая возможность, с радостью оставил Болка здесь, Сильванести, да и Рейстена с ним заодно. «Давай, Карамон», — сказал Танис, — «тащи. Кроме тебя его никому не поднять». Богатырь нехотя подошел к хрустальному шару, покоившемуся на золотой подставке. Протянул коку дрожащие руки, коснулся его, и ничего не случилось. Шар точно и не заметил. Облегченно вздохнув, Карамон поднял око и, постановая от натуги, подал его брату, державшему на готове мешочек. «Клади сюда», — велел Рейстлин. «Что?» — разъянул рот Карамон, сравнивая взглядом огромный, неподъемно тяжелый шар и маленький мешочек в его руках мага. «Да ты что, Рейст, он же туда не влезет. Кокнем и все!» Золотые глаза Рейстлина свирепо сверкнули в гаснущем свете дня, и великан замолчал. «Погоди! Постой, Карамон!» Танис прыгнул вперед, но опоздал. На сей раз Карамон послушался. Медленно-медленно, продолжая глядеть брату в глаза, Карамон разжал руки, выпуская око, и око исчезло. «Где? Куда оно?» Танис подозрительно уставился на мага. «Вот сюда», — ответил тот преспокойно и поднял мешочек для всеобщего обозначения. «Убедись сам, если не веришь». Танис заглянул в мешочек. Око лежало там, внутри, и не могло быть никакого сомнения в том, что это было именно оно. Все так же клубился в нем переливчатый зеленый туман, как если бы око жило своей особенной жизнью. «Уменьшилось», — понял он потрясенно. «Но стоило приглядеться, и начинало казаться, что око-то осталось прежним. Это он, Танис, внезапно стал великаном». Содрогнувшись, полуэльф отступил прочь, и Рейстлин затянул тесемку, плотно закрывая мешочек. Потом, окинув спутников недоверчивым взглядом, спрятал око в один из бесчисленных потайных внутренних кармашков своих одежд. И хотел уже идти прочь, но Танис остановил его. «Мы никогда уже не сможем относиться друг к другу по-прежнему, верно?» тихо сказал полуэльф. Рейстлин повернулся к нему, и на какой-то миг в золотых глазах промелькнуло сожаление о непоправимо утраченном, тоска по доверию и дружбе, связывавших их в юности. «Верно», — прошептал Рейстлин. «Это цена, которую мне пришлось заплатить». Он закашлялся. «Заплатить? Кому? За что?» «Лучше не спрашивай, полуэльф». Кашель заставил его ссутулиться. Карамон обнял брата могучей рукой, и тот беспомощно прислонился к железному плечу близнеца. Когда приступ миновал, Рейстлин вновь поднял глаза. «Я не могу ответить тебе, Танис. Я и сам не знаю ответа». И, опустив голову, он позволил Карамону увести себя в сторонку и уложить. Перед дальней дорогой ему требовался отдых. «Прошу тебя, подумай как следует», — сказал Танис Эльхани. «Мы с радостью помогли бы тебе совершить для твоего отца погребальный обряд. Один день для нас не имеет никакого значения». Они стояли у порога Звездной Башни. Эльхана вышла их проводить. «Пожалуйста, позволь нам», — поддержала Таниса Золотая Луна. «Насколько я поняла со слов Таниса, обряды наших народов в определенной степени схожи. Я ведь была жрицей своего племени и присутствовала при заворачивании тел в бальзамические покрывала, которые...» «Благодарю вас, друзья», — твердо покачала головой Эльхана. «Согласно воле отца, я должна совершить это одна». Она слегка кривила душой, но что делать? Эльхана знала, как потрясла бы их сама мысль о том, чтобы предать тело земле, обычаи которого придерживались лишь гоблины и некоторые другие нечистые твари. Она и сама с ужасом думала о том, что ей предстояло. Ее взгляд невольно обратился к искореженному, застывшему в муках дереву, под которым найдет последнее пристанище ее отец. Дерево показалось ей похожим на жуткого, отвратительного стервятника. Она поспешно отвела глаза, голос ее дрогнул. «Его усыпальница давно приготовлена, да и я имею некоторый опыт в подобных делах. Пожалуйста, не беспокойтесь». Танис хорошо видел страдания в ее глазах, но и не уважить ее просьбы было нельзя. «Мы понимаем», — тихо сказала золотая луна. И, поддавшись внезапному порыву, женщина из варварского племени Квешу обняла эльфийскую принцессу, словно та была маленькой девочкой, заблудившейся и испуганной. Эльхана сперва так и застыла, но потом оттаяла согретой милосердием и состраданием, исходившим от золотой луны. «Мир тебе», — шепнула золотая луна, бережно отводя рукой темные локоны, упавшие эльхане на лицо. И отошла. «А что ты будешь делать после того, как похоронишь отца?» — спросил Танис, оставшись наедине с эльханой на ступенях башни. «Вернусь к своему народу», — отвечала она. «Я вызову грифонов, ведь зло изгнано из нашей страны, и они отнесут меня на Эргот. Мы сделаем, что сможем для победы над тьмой. А потом вернемся сюда, на свою родину». Танис еще раз обвел взглядом Сильванести. «Даже днем здесь у кого угодно встали бы волосы дыбом от страха, а уж по ночам...» «Я знаю», — сказала эльхана, отвечая на его невысказанную мысль. «Это станет нашим покаянием». Танис поднял брови. Он знал, какая борьба ей предстояла, если она в самом деле собиралась убедить свой народ возвратиться в родные места. Но лицо эльханы дышало такой уверенностью в своей правоте, что он задумался и решил. «А что, может быть, она и сумеет». Он улыбнулся и сказал ей, «Если выберешь время, приезжай на Сан-Крист. Рыцари, я уверен, восприняли бы такой визит, как величайшую честь, в особенности один из них». Бледные щеки эльханы ярко зарделись. «Возможно», — почти прошептала она. «Возможно. Но определенно сказать я еще не могу. За эти дни я столько узнала о себе самой. Но чтобы сжиться со всем этим, мне понадобится время». Она покачала головой и вздохнула. «Не знаю, смогу ли я привыкнуть когда-либо». «К тому, что полюбила человека?» Эльхана подняла голову. Ее чистые глаза глянули Танису в самую душу. «Но будет ли он счастлив, Танис? Вдали от своей родины. Ведь я непременно должна буду вернуться сюда. Буду ли счастлива я, ибо он состарится и умрет, а для меня к тому времени еще не минует юность?» «Мне и себя самого доводилось об этом спрашивать Эльхана», — сказал Танис, с болью вспомнив о Китиаре. «И я понял одно. Если мы отказываемся от дарованной нам любви, если мы отвергаем ее из боязни будущих потерь, это значит, что тем самым мы опустошаем свои жизни и обрекаем себя на еще горшие утраты». «Когда мы впервые встретились с тобой, Танис Плуэльф, я все думала, и почему это твои спутники так охотно следуют за тобой?» — тихо проговорила Эльхана. «Теперь я, кажется, понимаю. Я обдумаю твои слова, Танис. А теперь прощай. Прощай до тех пор, когда будет завершено твое странствие». «Прощай, Эльхана», — ответил Танис и взял ее протянутую руку. Больше им нечего было сказать друг другу. И он, повернувшись, зашагал прочь. И думал, шагая, «Если я такой мудрый, что же я в своей-то собственной жизни никак не могу разобраться?» Друзья поджидали Таниса на краю чаще. Какое-то время они молча стояли все вместе, никак не решаясь войти в зловещие леса Сильванести. Они знали, что зло было изгнано, но перспектива не радовала никого. Тем не менее, выбора у них не было. Знакомое ощущение необходимости спешки гнало их вперед. Они знали, что ни в коем случае не должны были опоздать. Но куда, почему, неизвестно. «Пошли, братец», — сказал наконец Рейстлин. И первым двинулся в лес, освещая себе путь бледным огоньком посоха мага. Карамон со вздохом последовал за братом. За ними потянулись и остальные, и только Танис еще раз оглянулся назад. Сегодня им не придется любоваться лунами. Над Сильванести висела тяжкая непроницаемая тьма, как будто сама земля скорбела о кончине Ларака. Эльхана все еще стояла в дверях звездной башни, и башня, столетиями вбиравшая лунный свет, слабо мерцала. Лицо Эльханы белело в темноте, словно видение серебряного светила. Танису почудилось движение, и верно, Эльхана вскинула руку. Что-то вспыхнуло чистым белым светом у нее на ладони. Камень-звезда. И все. И больше ничего не было видно.